всем привет так хочется понять в плане того слышно ли все все ли здесь можно ли начинать так давайте немножко разберемся по окей посидочки значит у нас получается есть два раздела общий чат и вопросы да я так понимаю что мы должны мы должны писать наверное лучше в общий чат или или как давайте определимся общий спейс куда мы будем задавать вопросы а я уже по ходу буду отвечать как вариант я предлагаю оставить общий чат и спокойненько просто если вдруг по ходу возникают какие-то николай спасибо а общая шлифта сюда круто спасибо или борисовна вот итак поэтому давайте по ходу будем писать вопросы я какие-то вопросы буду игнорить если мы будем понимать что в конце в презентации будет ответ на них если нет то я как-то буду структурно после слайдов отвечать вот итак давайте расскажу про себя я во-первых не директор по продукту пока еще да но я занимаюсь развитием электронных каналов в альфа лаборатории альфа лаборатория это ну я так понимаю что возможно многие слышали про как бы подразделения вообще по сути альфа лаборатория это обычная бизнес подразделение альфа банка куда просто ну как так называется экспериментальное подразделение да то есть это не отделы рэнди которых мы абстрактно что-то придумаем изобретаем и так далее это определение куда собственно говоря собрались здесь собрался весь электронный бизнес который делится на три больших блока это электронный бизнес для корпоративных клиентов для нуждиком электронная коммерция и для различных клиентов то что клиенты это интернет-банк мобильный банк всякие разные различные приложения смс-банк для геком это интернет эквайринг теперь возинги всякие и для юридических лиц это тоже интернет и мобильный банк то есть в общем то это обычно обычное подразделение банковское которое просто немножечко по-другому структурировано да мы отказались от понимания что у нас айти что у нас бизнес просто постарались собрать все в одну в одно место локально локально удаленную до пастра постарались построить новые процессы более более креативные более новые и так далее вот и соответственно мы очень много всего пробуем много пробуем разных практик до никого не скажу мы мы пользуемся различное количество мы используем разные практики но вы что пробуем что-то из того что мы пробуем мы перестаем использовать что-то у нас превращается уже какой-то процессу составляющей и так я обычно с тренингами или обычно общаюсь конечно же с людьми которые занимаются именно развитием продуктов да ну или как как олег сказал проект вот но я узнал что здесь очень много именно маркетологов ну и понятно с первого тяги маркетологов да поэтому я постарался подстроить курс таким образом чтобы да мы немножечко понимали и верхнего уровня рассказали как устроить в принципе создание продукта и уже потом как собственно этот продукт деливерить на рынок и так первое это такой слайд пугалка это стендеж групп проводила исследование айти продуктов это относится к продуктам и вот выявила некую закономерность да что если взять и распределить функциональность наших продуктов проектов и все что мы делаем на какой-то сектор да то мы понимаем что только 7 процентов 7 процентами той функциональности людей возможностями которые мы даем люди реально пользуются 7 процентов это то что действительно людям нужно и то без чего они никак не могли все остальное это либо закрывает проблему каких-то узких целевых групп либо как в данном случае 45 процентами не пользуется практически никто и никогда ну для примера вы можете просто представить себе ворк да если я сейчас попрошу написать функции ворда то вряд ли их вряд ли кто-то сможет перечислить больше 10-15 вот это как раз вы будете самый 7 процентов которые собственно говоря мы используем свои свои посидевные практики вот поэтому конечно же мы не можем не можем удивляться когда вдруг на рынке появляется какой-нибудь новый бизнес новый продукт у которого кажется всего-навсего передача сообщений от одного клиента другому и тут эти продукты начинают просто разрывать рынок и и мы не понимаем как так делаем ведь у нас же столько всего много да ведь столько мы всего напихали ведь столько мы денег уже потратили в итоге нас рвут конкуренты которая имеет одну-две функции да почему потому что такие самые 7 процентов является то что действительно в данный момент нужно рынку либо нужно наш целевой аудитории вот почему так получается а к сожалению когда мы с вами начинаем создавать придумывать формировать какую-то новую идею новый продукт нам всегда кажется что вы для того чтобы его реализовать и достигнуть этой цели которая мы хотели есть две дороги до которая непременно одна приведет к победе и другая непременно приведет нас к поражению мы естественно все очень боишься переживаем потом у нас же еще есть наши теперь а я да потом если мы ну нам доверяют деньги нам расскажут а ты можешь закомититься за результат что то что мы сделаем непременно принесет успех либо а напиши мне финмодель в которой все 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 детально пропишется то что там какой будет эффект от того чтобы мы там внедрин или что-то сделать это естественно сильно напрягает и поэтому мы вынуждены каким-то образом очень долго очень заранее и очень много много думать о том как бы нам не ошибиться делая то или иное направление да это тот тот или иной продукт опять же под продуктом да я буду называть слова продукт проект доработка внедрение так далее можем сейчас как бы как по понятий развести да то есть что мы всегда мы называем продуктом продукт мы называем некую сущность которая способна удовлетворить вполне конкретную целевую аудиторию у которой есть вполне какая-то понятная монетизация либо бизнес ценность компании и у нее и специфическая целевая аудитория то есть если мы с вами говорим если мы с вами говорим о том что допустим оплата мобильник на это продукт это не правда да то это фича там проект и так далее а уже непосредственно может быть что-то там за мобильный банк и так далее который может содержит ряд этих функциональности и обсуждать определенную целевую группу специфическую да это уже будет ближе к продукту и так соответственно мы понимаем что как правило никого подсказывать до файл файл бета да то есть суть заключается в том что в любом случае как бы мы долго не проектировали как мы долго не не пытались понять что будет дальше мы всегда первый раз приведем курс раковала провала не в том смысле что мы непременно потеряем деньги абсолютно нет провал будет всегда в том что мы мы никогда не достигаем наших целей да если я скажу никогда могут это поспорить как же так вот у меня был проект или у кого-то там в жизни был проект да конечно бывают какие-то моменты когда действительно все получается и действительно на цели достигаем но как правило наше ожидание всегда чуть завышена наше наше видение всегда чуть более оптимистично чем на самом деле ты поэтому мы понимаем что любой релиз любой контакт с реальностью это всегда не то как мы думали и ничего с этим не поделаешь соответственно когда вы выходите на рынок и начинаете прощупывать прощупывать свою почву понятно что первое чтобы что получается то что рынок начинает там давать и вы понимаете что это не совсем то основная наша задача как продуктолога сделать это максимально быстро и сделать на максимально дешево вот две задачи до которые мы держим в голове как любой продуктового как люди которые пытаемся каким-то образом создать что-то на рынке да почему как выглядит наши вот эти вот то в том числе почему причина неудачна когда мы сами очень долго как виктория да говорит тогда цели были просто неправильно вот то есть понятно что если мы даже поставили правильную цель и начинаем долго долго эту цель каким-то как даже если мы кажется что мы понимаем цель дата мне долго формулируем долго обсуждаем со всех со стейкфолдерами долго проектируем продукт проводим какие-то нереальные исследования и так далее тратим на это год или там за 7 месяцев то у нас создается ощущение единственного правильного пути кажется что кроме вот этого решения которое мы так долго обдумывали так долго долго к нему шли других вариантов не существует на самом деле это не так куда мы не двигались какую бы цель не ставили у нас есть миллионы вариантов достижения этих миллион из них какие-то приведут к успеху какие-то придут к неудачи какие-то помогут не вести дальше и так далее чем дольше мы думаем над нашу целью тем больше ощущение что мы делаем все правильно потому что ну как же мы же все 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 продумали маша биться уже совершенно точно не может поэтому отсюда возникает вот эти вот проблемы да то что когда мы начинаем заранее закладываться да мы понимаем что отовсюду начинают прилетать миллионы различных вариантов да а давайте подумаем об этом а давайте заложим это давайте подумаем там о старых о новых летах о бабушках о дедушках и так далее и в итоге получается продукт начинает формироваться превращается просто огромных huge до который стоит дорого делать сложно потом естественно мы еще непременно потратим полгода нам на формирование дизайна да потому что даже вообще самое главное для пользователей это шутка потом есть понятное дело процессы которые ну опять же есть джайл процесс дата мутерфольные процессы и так далее которая еще дольше ну как утяжеляет сам сам процесс подачи ценности на рынок да и соответственно сказать что после того как мы сами 7 месяцев исследовали рынок потом два месяца проектировали бизнес требования потом год его пилили там внедряли что то потом еще там четыре или пять месяцев провели баги да то за два года кажется уже все могло измениться в нашем и чем быстрее становится рынок тем тем сильнее мы находим состояние определенности тем сильнее мы должны и чем быстрее мы должны получать обратную связь от рынка чтобы понимать куда двигаться дальше поэтому ключ к успеху при деле это максимально быстрый максимально дешевый ранний разворот наш концепции чем быстрее мы понимаем что мы двигаемся не туда тем дешевле и проще нам начать поменять путь да и двигаемся дальше и так вот это вот как бы классическая картинка да которая в общем собственно говоря содержится комплексенция развития продукта да это вот наш так называемый линд цикл линд цикл условно состоит из трех больших последовательно совершаемых действий да это идея это код либо билд либо что то что что превращается в какое-то решение это данные это измерение это метрики это понимание двигаются на правильные неправильные направления и тогда этот цикл да это не не движение поступательна вперед а когда у нас есть старт этого какого-то процесса есть финиш какого-то процесса а понимаешь что финиш приведет нас успех да как на первой нашей картине итак любой любой pitches будет debido продукт это процесс процесс последовательные меняющиеся шага до формирования идеи, формирование решения и понимание методов. Далее, собственно говоря, мы уже пойдем по этому процессу, мы немножко поговорим, как формировать идеи, чуть-чуть поговорим про непосредственно agile практики и так далее и подумаем о том, как же нам измерять то, что у нас пришло на рынке. Понятно, что в том примере, который я сейчас приводил, когда мы хотели все сделать правильно, когда мы хотели правильно исследовать рынок, изучить потребителей, когда мы правильно хотели собрать требования со всех наших стейкхолдеров, когда мы правильно сформировали бизнес-требования ПЗ нашему IT, которая потом долго, правильно, качественно, архитектурно, верно его проектировала и потом исправила баги и внедряли. То есть этот цикл занимает два года. То есть у нас была идея, мы ее собрали, мы ее обработали, дальше у нас по сути этот самый код, производство чего-то либо внедрение какого-то коробочного решения, либо какого-то принципа решения и только потом мы начинаем понимать, а куда же мы пришли. Вот только в этот момент начинается осознание того, что действительно было нужно, что действительно было не нужно. Но, к сожалению, в этот момент мы понимаем, что деньги наши с вами закончились. Мы не можем, потратив 500, 600 или 700 тысяч долларов на внедрение какой-то фичи, заново прийти на комитет либо кто-то занимается распределением, сказать, знаете что, мы поняли, что мы шли не туда. Кажется, что надо было сделать вот это, кажется, что, оказывается, надо было доделать вот это, кажется, что это было реализовано абсолютно, а это вообще было не нужно. Уже мы не можем такое сказать. Мы понимаем, что все, точка, вот он конец нашего проекта, как правило, дальше мы бежим в маркетинг и говорим, ребята, это надо продавать. Идите продавайте. Понятно, что попытки продать всегда заканчиваются тем, что это еще больше требований, это еще больше становится понимание того, что действительно нужно и так далее. И вот дальше начинается включаться наша история с тем, что неплохо было бы это чуть-чуть доработать, чуть-чуть исправить. И здесь, конечно, еще больше проблем. Потому что исправлять, добавлять и так далее становится еще с каждым шагом все дороже и дороже. Соответственно, понятно, как бы основная идея, основная мысль, которую хочется мне, собственно говоря, донести – это самоитерационность. И успех развития любого продукта будет заключаться в том, насколько ваша итерация становится короче. То есть цель, чтобы мы снижали скорость реакции от рынка. Мы быстрее понимаем, что нам нужно, быстрее выходим на рынок, быстрее получаем обратную связь, чтобы изменить то, что мы придумали. Поэтому ключ к успеху – это итеративность. И здесь уже возникает, конечно, огромное количество проблем. Мы понимаем, да? Даже если мы усвоили и мы понимаем, что да, нужно двигаться оперативно. Да, мы понимаем, что у проекта не может быть конца, а есть только безостановочный поток бизнес-ценностей. Да, допустим, мы это понимаем. Возникает несколько вопросов. Во-первых, как понять, где та самая часть, где тот самый кусочек, который мы можем сказать, что вот мы готовы поставить на рынок. Ведь понятно, с точки зрения продажи чего-то, либо предложения на рынке, конечно, рынку хочется дать максимальное количество опций. Чем больше количество опций, тем кажется, что мы можем удовлетворить большее количество людей, тем больше успех нашего продукта. Поэтому, конечно, страшно выходить на рынок, допустим, с одной-двумя опциями, понимая, что ну как же так, мы же такой известный, великий банк и все дела, и неужели мы можем выйти с плохим продуктом, с малофункциональным продуктом и так далее. Вот здесь возникает вопрос, что же то самое, с чем можно пойти на рынок. И вот есть такая картинка, мы говорим, да, понятно, что нужно выходить по частям, да, понятно, что у нас с вами есть какая-то основная идея, куда мы хотим прийти. А дальше происходит, давайте мы вот эту идею будем делать по частям. Давайте сделаем одну функцию, хорошо, качественно и быстро, да, потом сделаем другую, третью и так далее. В чем проблема этого подхода? Проблема подхода заключается в том, что, конечно же, в первую очередь мы начинаем делать базовые вещи, да, если мы с вами хотим спроектировать новый интернет или мобильный банк, то, конечно же, мы не можем с вами пойти без выписки, без оплаты мобильника и так далее, да. И если мы захотим сделать его новым, мы говорим, давайте мы выйдем на рынок с выпиской, мобильником и так далее. Не получается, потому что людям на рынок, которые уже полно аналогичных решений, ваш продукт с двумя базовыми функциями абсолютно не интересен, да. Поэтому, опять же, повторяю, что ключ к успеху к кооперативности, да, чем быстрее мы выпускаем продукт, тем быстрее получаем обратную связь, тем проще понимать, какую мы сторону движемся, да. Поэтому, собственно говоря, проектирование и выход на рынок должны выглядеть таким образом, да, что не нужно стремиться к тому, что мы делаем хорошо и маленькими кусочками, да. Как правило, или точнее, желательно, чтобы продукт уже имел очертание, имел уже какую-то понятную форму, да. Если мы понимаем, и вот эта форма, по сути, это какая-то основная идея, основная цель, основная миссия этого продукта. Дальше эта цель, эта миссия, эта проблема, которую мы хотим решать, постепенно, постепенно должна обретать красками, там, и так далее, правильно считая каждую инкрементальную добавленную стоимость от этих доработок. Соответственно, дальше уже, ну, как бы понимая, что да, итерационность важна, хорошо, да, возникает та самая роль, да, которая, собственно говоря, движет всем этим проектом, да, всем этим процессом, да, проектом и так далее. Это называется оно по-разному, если мы говорим про agile, то это product owner. Сейчас мы активно пытаемся понять, кто же такой продуктолог, до этого были project-менеджеры, есть такое еще понятие у нас, как бизнес, там, или бизнес-заказчик и так далее. И здесь на этой картинке просто постарались сформировать, ну, как бы некий портрет product owner-продуктолога, да, который должен каким-то образом организовывать весь процесс, деливери этих ценностей, да. Что он должен уметь, да, он должен понимать vision, то есть, по сути, это его какой-то долгосрочный бэклог развития этого продукта, да. Он должен уметь и понимать, как он работает со стейкхолдерами, он должен уметь и понимать, как он работает со своей командой. Отсюда, да, формируется у него бэклог и, понятно, он должен каким-то образом мерить то, как мы двигаемся в правильное и неправильное направление, да. Учитывая, что движение должно быть итерационное, то, соответственно, этот человек должен обладать умением и навыками именно итерационной поставки бизнес-ценностей. Вот, соответственно, по сути, бэклог – это как раз тот самый инструмент управления нашим проектом, продуктом или какой-то там добавленной ценностью, которую мы делаем в нашей системе, да. Соответственно, бэклог – это список целей, список доработок, список изменений, которые хотим внести в те или иные продукты, бизнес и так далее, да. Бэклог состоит из списка задач, которые каким-то образом должны приоритизироваться, да. Чем ближе бэклог наш поднимается к текущему моменту, тем более детальны и проработаны должны быть ценности, да. Ниже, да, могут легко уходить целевые группы, проблемы этих целевых аудиторий, да, там неплохо было бы решить проблему, там, с переводом денег, да, и так далее. Так, у меня тут какие-то вопросы, да. Значит, как отвечает тот менеджер на упреки, что инновация рискованная и убыточная? Да, по поводу риска хороший вопрос, кто за них отвечает? Да, это действительно очень хороший вопрос. Суть заключается в том, что мы можем, то есть топ-менеджмент, к сожалению, бесконечно долго может спрашивать от вас, кто отвечает за риск этой истории, да. Понятное дело, что, как сказать, понятно, что человек-инициатор, ну, по сути и фактически берет на себя тот самый риск, да, ну, в данном случае наш продукт-оунор, да, там, или продуктолог, риск за то, что проект придет к успеху. И этот риск с него, конечно же, никто не снимал, да. Другой вопрос заключается в том, что сам продукт-оунор должен обладать риск. Вот если продукт-оунор закомитился на миллион долларов на внедрение какой-то истории и говорит, да, я внедрю эту историю, дайте мне миллион долларов, я хочу изменить это и это. Понятно, что, конечно же, есть, может быть, какие-то уникумы, которые видят мир и знают, что будет через два года, когда он это внедрит, да, и он точно понимает, как это вынесет, но, к сожалению, у таких людей единицы, да. И, ну, по крайней мере, я не встречал такие, честно, я читал только в таких газетах или в интернете. Вот, исходя из этого, у продуктолога должен быть свой механизм управления рисками. И вот самая, вот эта та самая итерационность, да, это и есть тот самый механизм. Потому что, когда я говорю, ребят, дайте мне миллион долларов, я принесу, это риск. Если я говорю, дайте мне 50 тысяч долларов, либо дайте мне 1 миллион рублей, либо дайте мне 500 тысяч рублей, и я вам принесу уже маленький результат, движение к моей цели, тут риска нет, да. Потому что в данной ситуации, если мы двигаемся маленькими итерациями, то риск это 500 тысяч рублей, риск это миллион рублей, это не миллион долларов, да. Другой момент, что мы должны четко и правильно понимать, как вкладывая те самые 500-миллион рублей, мы действительно, а, имеем бизнес-результат и, б, мы понимаем, что мы движемся к той самой нашей цели, которую мы хотим достичь. Я постарался ответить? О, окей, спасибо. Так, поехали дальше. Соответственно, в чем проблема бэклога, да. К сожалению, как, если вы знаете, не знаете, да, как, собственно говоря, формируются бэклоги, да. Бэклоги, по факту, собственно, это, в общем-то, такая помойка из всякого разного, чего только может прилететь, откуда угодно и от кого угодно, да. Сидит продуктолог, да, он пытается доработать интернет-банк, мобильный банк, либо там какой-то, не знаю, новый пакет услуг, либо новую карту открыть. Понятно, что туда начинают накидывать, кто попал, все что угодно. Стейкхолдеры, его руководители, руководители его руководителя, там, генеральный директор, а тут прибежали безопасники, прибежал compliance, прибежали там еще кто-нибудь. Тут он узнал, что, оказывается, есть новые технологии, не знаю, там идентификация чего-то, чего-то, закинул тоже туда в бэклог. Тут он понял, что, ага, но ведь у меня же еще есть проблемы, у меня же еще баги есть, да, у меня же еще есть мои клиенты, которые бесконечно жалуются, да. И вот наш бэклог превращается в такую гору, гору, гору такой вот всяких разных историй, да, которые каким-то образом надо делать. Если спросить, да, что, вот в любой момент остановиться, подойти к продукологу и сказать, сколько надо времени и денег, чтобы реализовать твой бэклог. Это, как правило, будет не меньше, там, 3-4 лет и не меньше, там, 5-6 миллионов долларов на то, чтобы сделать все хотелки, которые хотят, да. Вопрос, как с этим жить? Основная проблема, с которой мы сталкивались очень активно, боролись, она заключается в том, что мы живем в материальном мире и мы привыкли мыслить теми объектами, теми решениями, которые уже есть у нас под руками. Поэтому получается так, что в бэклог всегда падают решения. Мы говорим, давай сделаем это, давай доработаем вот это, давай доделаем это, это, это. Понятно, что, когда в твой бэклог упало решение, ни у кого, ни у того человека, от кого идет это решение, ни у человека, который должен выполнить, ни у IT-команды, ни у стейк-холлеров и так далее, не возникает вопросов, а действительно ли это решение правильно. Но ведь оно же уже есть, ведь его же можно пощупать, ведь мы же это где-то видели, не знаю, там, на сайте конкурентов, мы его придумали и так далее. Соответственно, получается так, что решения всегда заводят нас в тупик. Этих решений становится очень много. Поэтому есть основные тезисы, основные посылы, формирование вот именно тех моментов, тех задач, которые попадают в наш бэклог. Первый момент. Любая задача – это гипотеза. Если мы говорим, ребят, давайте сделаем это, это не сформировано как гипотеза. Мы должны сказать, нам кажется, что если сделать это, мы улучшим, уменьшим, либо принесем какую-то ценность. Вот когда есть кажется, это оставляет возможность для исследования, для более глубокого понимания. Это оставляет возможность этого не делать, если мы понимаем, что делать это не нужно. И вторую историю, что решения не всегда решают проблемы. Соответственно, основной посыл, основная идея заключается в том, что не нужно думать решениями. Решение загоняет нас в так называемую ловушку активности. Мы говорим, ребята, у нас бэклог из 25 тысяч задач, их надо все сделать. Но никто не задается вопросом, а какие проблемы мы хотим решить, делая это. И когда просто мы задаем себе этот вопрос, давайте поймем, какие проблемы есть у наших людей, у наших клиентов. И, как правило, проблемы начинают сводиться с очень ограниченным количеством действительно важных историй. Да, решений этих проблем может быть много, но проблему, которую мы хотим решать, она, как правило, достаточно понятна и ее очень легко и понятно сформулировать. А когда есть проблемы, всегда можно спросить, а как мы поймем, что она решается. И тут уже вопрос с методикой. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, как, собственно говоря, бэклог начинает, как бэклог мы начинаем формировать, как правильно формировать бэклог и откуда брать идеи. Тут пошел вопрос, да, от Николая, что используем ли мы какие-то исследования типа МПС в качестве источников для идей. В чем проблема вообще, в принципе, маркетинговых исследований как таковых? Точнее, в чем проблема количественных исследований, тем более такого плана, как МПС? Если мы МПС, МПС, по сути, мы должны задать человеку, готов ли он порекомендовать наш продукт, наше решение кому-то. И, соответственно, у нас не так много вариантов ответов, да, готов, не готов. Соответственно, мы можем понимать, что МПС нашего продукта 30%. Ок, хорошо. Что это для нас это значит? Что это значит для нас? Ок, можно сказать, давайте посмотрим МПС в разрезе. А как меняется? Вот вы же с продуктом что-то сделаете, да. Давайте в динамике посмотрим, как изменился наш МПС, да. Мы говорим, вы знаете, кажется, что наш МПС падает. Вопрос. Вот конкретному продуктологу, который, собственно говоря, занимается этим продуктом. Рост или падение МПС скажет ему, что делать завтра? Не скажет. Он не скажет, потому что МПС – это температура, да. Мы проснулись в утро, мы себя плохо чувствуем. Засунули градусом под мышку и говорим 38. И что? У нас 38 градусов, да. Это не означает, что мы понимаем, что нам делать. Это не означает, что мы понимаем, какие таблетки, какие лекарства нам глотать, да. Если мы понимаем, что 38 градусов, для нас есть только одна задача, один сигнал тому, что с организмом какая-то проблема. Больше ничего. Поэтому МПС не даст тебе идей как таковой, да. Там исследование не даст тебе идей. Но МПС тебе вовремя даст сигнал о том, что неплохо было бы понять, в чем проблема, да. А уже потом, да, действительно нужно собрать мочу, собрать кровь, сходить к доктору, не знаю, постановить в интернете, что-то, что-то сделать. Сказать, что да, давайте попробуем вот эти таблетки. Вот это уже решение, да. И так далее. Вот, соответственно, я надеюсь, постарался ответить на вопрос на это, да. Итак, откуда брать идеи для нашего бэклога, да. Конечно же, фокус и центральный элемент формирования наших идей – это проблемы целевой аудитории, да. Для исследования проблем целевой аудитории у нас есть как количественный, так и качественный инструмент. Я думаю, люди, кто работает в маркетинге, понимают, это очень-очень неплохо, да. Поэтому очень часто нам приходилось сталкиваться с тем, что, ну, когда вот мы пытались внедрять историю, что, ребят, невозможно сделать нормальный продукт, сидя в офисе. Если мы хотим делать нормальный продукт, надо идти к клиенту, надо общаться с клиентом, надо понимать его проблемы, надо понимать вообще, кто наш клиент, да. В ответ у меня часто приходили такие истории, что, ну, вот, какой смысл спрашивать у людей, да. Люди не знают, что им надо, да. Люди могут, конечно. То есть, если мы спросим, спросим, а расскажи, пожалуйста, о своих проблемах, да. Что нам обычно ответит человек? Он скажет, что, ну, у меня, вот, не знаю, там, жена ушла, да, там, вот, мне бы денег побольше бы, мне бы, там, я не знаю, вот, работу получше бы, вот, все это, дети плохо. То есть, ну, у него понятная абсолютно проблема, да. Спрашивают, как он поможет вашему продукту, да, если спрашивают так, да. Поэтому, вот, всегда приводит пример Форда, говорит, да, какие вот цитаты, что, типа, если бы мы бы знали, если бы спросили бы у людей, да, то, что им нужно, а говорить самое быстрое и лучше, да. Так вот, суть заключается в том, что к людям нельзя ходить с валидацией решений, да. К людям нельзя спросить, что, какие у вас проблемы, Людей нельзя спросить, что вас беспокоит, да. Но с людьми можно поговорить, и, да, там, как на слайде написано, да, что лошади дохнут, для людей это понятная история, да. Люди не понимают, что можно жить в другом мире, где вообще лошадей не существует, да. Поэтому проблемы человека заключаются не в том, что они хотят быструю лошадь, да. Проблемы заключаются человеком, что лошадь надо обслуживать, да, это тяжело. И только как бы человек, продуктолог, либо человек, который понимающий бизнес, должен сказать, окей, у человека есть проблема, а лошади дорого обслуживать, да, лошади тяжело там, они умирают, их нужно кормить, и так далее. А что можно сделать, чтобы этого не было, да. Вот это уже проблема, да, вот эту проблему, которую можно, да, может быть, можно решить проблему более быстрой лошадью, может быть, можно сделать генетические изменения этих лошадей, может быть, можно отказаться от лошадей, и так далее. Но эта проблема дает дерево решения. Понятно, что мы не должны, и уж тем более, у нас тоже были часто исследования, особенно когда начинают пытаться как-то выяснить, какой дизайн лучше, потому что почему-то все подразделения считают, что это вообще самое главное в продукте, то начинают спрашивать у клиентов, скажите, пожалуйста, а какой дизайн лучше? Проводить качественные исследования в разных видах дизайна. Так вот, это история, которая точно продуктологу не переносит никакой ценности. Потому что от того, что мы взяли какую-то фокусную группу, либо какую-то целевую аудиторию и спросили 15, 20, 30 человек, какой из этих дизайнов нравится, и допустим 30 ответило так, 70 ответило так, что для нас означает? Что для 70 он приятнее и лучше и так далее? Ок. Людям вообще не нравятся изменения. Мы это знаем. Неважно, какой бы вы классный дизайн, какое бы классное решение не делали, если это решение на уже известного продукта, людям всегда будут недовольны. Какой бы он классный не был. Вопрос в другом. Способен ли дизайн решить конкретные проблемы? Хотя бы не обязательно клиенты, хотя бы ваши. Вот это уже другой вопрос. А это не исследуется вот этими качественными исследованиями и так далее. Соответственно, откуда мы идем? Мы, как правило, стараемся идти от портретов пользователя. Для чего нужны портреты пользователя? Портреты пользователя, они, во-первых, очень хороши на раннем этапе, когда ты начинаешь действительно проектировать какое-то новое решение. Вторая история, портрет пользователя очень хорошо помогает для коммуникации с командой, коммуникации со стихолдерами. Потому что мы опять же все живем в том, что мы мыслим решениями. Мы говорим, надо сделать это, надо сделать это, надо сделать какую-то дополнительную фичу, функцию и так далее. Но когда ты начинаешь общаться с людьми портретами, ты говоришь, ну представь себе вот эту бабушку, которая идет с этой платежки, у которой вот такие и такие проблемы. Вот ей надо заплатить за квартиру, вот она не знает, она плохо видит, она там, не знаю, у нее там еще какие-то... И тут этот человек начинает понимать действительно те самые проблемы, ту проблему целевой аудитории и нужно ли, решит ли те решения, и те решения, которые предлагаются, смогут ли решить ее проблемы. Поэтому этот инструмент очень хорошо помогает коммуницировать как вне, так и внутрь, так и для себя хорошо понимать, движемся ли мы в правильном направлении. Соответственно, из вот этих вот, из различных портретов формируется уже некое дерево наших пользователей, там их каким-то образом проблемы и так далее. Очень интересный вопрос про сегментацию этих клиентов. Понятно, что есть всеми любимые субсидемы, ну и вроде как для банков важен доход, что да, действительно меняет там поведение пользователей, что богатые тратят больше, бедные тратят меньше. Достаточно парадоксальный вывод, понятно, что для банка это важно. Но вопрос, насколько это важно для моего конкретного продукта. Я делаю интернет-банк, либо я запускаю новую какую-то там кредитную какую-то карту. Насколько мне важно, сколько денег у моего человека, да, либо насколько мне важно мужчина и женщина, насколько мне важно высшее образование, либо не высшее образование. Как срез, да, наверное, интересно посмотреть, кто же пользуется моим продуктом. Но соцдем никогда не дает ответа на вопрос, что делать завтра, что достать надо из моего бэклога, чтобы моим клиентам стало лучше. Потому что специфика, там, не знаю, потребления мужчин и женщин, да, очень схожа. Поэтому, ну, к примеру, мужчин и женщин, да. Поэтому суть очень простая. Нас всегда интересует поведенческая сегментация. Нам не важно, что человек, там, не знаю, сколько у него денег, сколько и все, нам важно, что он с ними делает, например. Если мы понимаем, что он там путешествует, летает и так далее, это гораздо важнее, что этот человек богатый. Потому что не важно, сколько он зарабатывает, важно, сколько он тратит на вполне конкретную историю, да. Это касается, там, не знаю, банковских продуктов, это тоже самое касается, там, приложений и так далее. Часто для наших IT-решений мы используем еще сегментацию в зависимости от самого продукта, да. Новые клиенты, там, клиенты одноразовые, клиенты информационщики, клиенты, там, эти-эти. Это просто тип клиентов, которые, которые каким-то образом типизируются по отношению к нашему продукту, да. Это часто важнее, чем их сузди. Вот. Так. Дальше. В общем, очень важная история, соответственно, заключается в том, что, да, понятно, что с точки зрения среза и, там, понимания аудитории и так далее, это все важно, хорошо и нужно. Но у нас, как у продуктолога и как, собственно говоря, в нашем этом цикле итераций стоит вопрос, что же забудет за первую итерацию, да. Как, какую фичу из всего того набора, да, из того ящика в этом, на который нам накидали стейкхолдеры, должно выйти на рынок, чтобы действительно, каким-то образом, не знаю, ему дать ценность и вторую пульсить какой-то фидбэк, да. Поэтому есть такой инструмент, как раз-таки инструмент по приоритизации наших сегментов, да. Мы, как правило, их выписываем в порядке определенном, да, и дальше проводим такой небольшой вид скоринга, да. Скоринг, это, он может быть любой, да, видим тип аудитории, да, и дальше там размер аудитории, готовность платить, уровень боли, доступ к этой аудитории и так далее, да. Соответственно, количество критериев может быть любое, какое угодно количество, да. Соответственно, просто-напросто дальше происходит скоринг по очень простой истории, да. Один, это, ну, сильный, да, там, например, если мы говорим про один, готовность платить, значит, готовы платить в нашем бизнесе, там, мало. Два, это готовы платить в среднем, три, это готовы платить, готовы платить много, да. Да, по боли, то же самое, если мы понимаем, что у нас есть, например, сейчас аудитория студентов и всех остальных, которые сильно надоласканы банками, да, то мы можем сказать, да, там проблема, не знаю, там, NFC, наличие NFC, там, или наличие в карте, это для них важная история, да. Вот для этой аудитории это важно, да, поэтому мы говорим, что для них уровень боли, там, три, да, сильная, сильная история. После этого каким-то образом это скорится, и мы понимаем, что у нас есть некий топ, там, три, четыре фокусных аудиторий, да. Для чего это нам нужно? Каждый релиз, который приходит на рынок, мы задаем себе вопросом, для кого этот релиз, чью конкретно жизнь, какого типа клиента мы хотим улучшить. Почему? Потому что только по этому типу клиента мы начинаем собирать метрики. Мы должны понять, что двигаясь в эту сторону, удовлетворяя потребности этого клиента, мы действительно начинаем понимать, решаются его проблемы, либо не решаются данные. Поэтому важная история – это приоритизация тех самых сегментов, и для себя в единицу времени мы должны иметь достаточно ограниченный набор фокусных аудиторий, на которые хотим каким-то образом воздействовать. Дальше я уже не буду глубоко вдаваться в эту историю, да, есть целый набор инструментов, такой портфельчик продуктолога, да, о том, как же правильно собрать эти аудитории, как правильно исследовать эти аудитории, как сформировать потребности этих аудиторий, более этих аудиторий, да, как приоритизировать и так далее. Это некий такой вот набор тул, тулс разных, да. Я не буду глубоко устанавливаться, немножечко мы про них по два, по три слова поговорим, да, и пойдем дальше. Это дизайн-синклинг, достаточно модное, популярное направление, да, дизайн-исследование, да. Дизайн-исследование рассыпается на бесконечно огромное количество различных инструментов внутри него, да, но суть заключается в том, что задача дизайн-исследования – это максимально глубоко встраиваться в жизнь клиента, встраиваться в его поведение, в его психику и так далее, да, и максимально как бы рельефно и понятнее находиться, понимать место нашего продукта, наши доработки, наши фичи именно в его жизни, да. По модели дизайн-исследование состоит из циклов конвергенции и дивергенции, да, то есть в какой-то момент мы должны максимально расширять свое сознание, да, то есть искать огромное количество вариантов, да. Мы говорим, у нас миллион разных аудиторий, ну там не миллионов, конечно, нет, да, не знаю, 30 портретов. Мы говорим, вот мы нагенерили с вами, сели, нагенерили 30 портретов. Следующий вопрос, а какой из этих портретов фокусный? Проскорили что-то сделало, собрались, сфокусировались. Потом говорим, вот у нас есть аудитория, студенты, давайте посмотрим, какие у них боли. Берем студентов, начинаем проводить глубинные интервью, исследуем, рассыпаемся на огромное количество боли. Дальше, давайте сфокусируемся. И вот такие циклы расфокусировки и фокусировки начинают приводить нас вполне к конкретным решениям, да. То же самое с прототипами и так далее. По сути, это как бы такой верхний уровень в описании инструмента, да. Дальше, что используется, это Customer Development Interview, да. Как правило, когда мы его берем? Мы его берем, когда аудитория понятная, и у этих аудиторий уже есть более-менее понятные проблемы, да. Мы понимаем, что у данного типа аудитории есть 5-6 проблем. Опять же, нам стоит вопрос, как сделать так, чтобы сфокусироваться именно на решение тех проблем, которые мы понимаем, что действительно максимально болезненны, да. И вот здесь уже идет Customer Development Interview. И, кстати, Customer Development Interview очень хорошо поддается автоматическому исследованию. То есть, на основании него уже неплохо собираются опросы, именно проблемные опросы. Дальше. Следующая история, это вот такой, так называемый, инструмент Impact Mapping. Суть его в том, что, да, есть то, что мы с вами нашли с точки зрения проблем, и я, как продуктолог, конечно же, положу свой бэклог. Я понимаю, что у моей аудитории есть свои проблемы. Я понимаю, что у меня есть какая-то фокусная аудитория, да. Но я не могу не отказаться, что огромное количество задач сыпется помимо этого, да, от смешных подразделений, от безопасников и так далее, да. Поэтому это некий уже инструмент для того, как же нам разобраться с тем, что нам насыпалось, да. Как правило, вот эти маленькие желтенькие буковки, что, 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 это вот то, что нам сыпется, да. Это та самая история, что даже если к вам прилетело что, вы должны раскрутить и ответить на вопрос зачем, да. Всегда нужно задавать, ну, начинать с вопроса зачем, да. Если мы с вами понимаем, что безопасники что-то хотят, они говорят, пожалуйста, сделайте дополнительный, там, логин, сделайте логин, там, столько-то цифр, да. Конечно же, ты можешь спокойненько сделать, и все будут счастливы, и все будут довольны. Но не всегда отдельные подразделения понимают действительно лучший способ решения этой задачи. Поэтому, как правило, нужно решать чего? Хорошо, зачем, да. И тут дальше начинается вопрос, да, нам нужно решить проблему в таких-то ситуациях, чтобы нас там, не знаю, не пройдили, что-то, что-то, что-то. И рассказывать ту суть проблемы, которую, собственно говоря, хотят решить они. После чего ты определяешь, кто. Вопрос, кто будет участником этого решения? Это будут клиенты, это будут стейкхолдеры, это будут там еще-еще. И ты формируешь некий такой, как бы, карту стейкхолдеров, которая сильно заинтересована в решении вот этого зачем, да. После этого, когда уже карта понятна, мы говорим, как. Вот только тогда мы начинаем формировать подходы к решению этой ситуации, да. Мы говорим, а точно ли дополнительный логин решит эту проблему? Абсолютно нет. Ведь, может быть, эту историю можно увести, например, с фронта, увести в миду, увести в бэк, увести в какими-то другими историями, да. И мы начинаем формировать подходы. Вот здесь уже подрубаются наши технологии, там, наши знания, наши какие-то навыки, методы. И только потом мы из этого вот одного, одной задачи, которая привлекла от них, можем сформировать 10 задач, которые будут решать проблему гораздо лучше. Да, это инструмент непосредственно работы уже с готовыми хотелками, там, всех остальных подразделений, да. Поехали дальше. Есть такая еще история, как такой тест, быстрый тест нашей гипотезы, да. Во-первых, для того, чтобы действительно понять, уже начать выкидывать то, что не работает, да, те идеи, там, либо доработки, либо фич, которые, может быть, не нужны людям, нужно начинать всегда с, хотя бы их правильно задокументировать, да. То есть, СА, мы понимаем, для кого это продукт, мы четко должны сформулировать проблему, мы должны четко понимать, что же изменится в мире, если мы ее решим, а более того, как любой продуктолог, любое изменение должно в мире что-то менять. Если мы что-то задеплоили, если мы что-то сделали и ничего не изменили, это значит, что мы ничего не сделали. Значит, точнее, мы потратили деньги зря, да. Понятно, что люди, которые, ну, привыкли мыслить, там, я не знаю, какими-то мутерфольными моделями, либо коробками, да, говорят, ну, конечно же, мы ничего не изменили, нам же нужно еще 50-60 фич сделать, да, и вот тогда, наверное, что-то изменится. Это не так. Все равно изменит что-то одно или два из этого всего списка, да, все остальное менять не будет, да, все остальное нужно просто для чего-то, да, и мы порой не понимаем, для чего-то. Соответственно, что получим от этого бизнеса и как мы это будем измерять? Вот хотя бы если мы нашу идею каким-то образом сможем задокументировать и просто ответить на эти вопросы, 99% наших идей просто упадает сразу под эту мусорку. Да, вот наши с бэклогом можно их выкинуть в момент, да. Дальше даже то, что тот самый процент, который остался, можно выйти и просто задать им два простых вопроса, да. Я считаю, что это нужно, да, что эту идею, там, эту доработку ждет успех, и я бы стал сам использовать эту фичу, да. Все, как правило, 15-20 человек выкидывают из этого оставшегося одного процента еще 80% того шлака, который вам пришел в голову, да. Эта история очень быстрая, понятная, она, то есть, на уровне, по крайней мере, глупых, тупых каких-то историй очень легко и быстро отлетает, да. Вот, это, как бы, первый такой конец нашего блока, да, по поводу того, как, откуда должны появляться задачи в бэклог, да. Итак, это исследование целевых аудиторий, это определенный набор инструментов, это правильная работа со стейкхолдерами и так далее. Все это сваливается в некий огромный список того, что мы хотим на рынок поставить, да. Это, по сути, в нашем линд-цикле так называемый идеейшн, да. Первая история с идеей, да. Я могу, кстати, здесь ответить на какие-то вопросы, да. Так, так, так. Поэтому, если есть какие-то вопросы, можете мне написать. Ну, давайте пока начнем. Окей, следующая история, двигаясь, продвигаясь дальше по нашему процессу, да, это непосредственно разработка, да. Вот то самое создание, создание той ценности, реализация той идеи, которую мы, собственно говоря, придумали. Здесь уже я нарисовал классический скрам-подход, да, опять же. Сейчас, понятное дело, что благодаря Герману Оскаровичу сейчас все пошли нырять agile, да. Соответственно, часто есть такое непонимание, да, что там, что такое agile, что такое скрам, что такое там кабан и так далее, да. Поэтому немножечко остановлюсь на этом, да. Сам по себе все, что хотите внедрить, да, все, что мы говорим про гибкость, про скорость, про вот это увеличение type-to-market и так далее, это все agile. Agile – это не инструменты. Agile – это сбор, ну, это набор, как бы, идеологических посылов о том, как в идеале должно взаимодействовать и должно работать IT для поставки бизнес-ценностей, да. А уже agile, как некая идеология, как философия, как религия разработки, да, рассыпается на вполне конкретные методики, практики, там, методы и так далее. И там уже есть экстремальное программирование, скрам, комбан и все остальное. Как правило, когда говорят об agile, почему-то все, как бы, первично говорят про скрам, считая, что скрам – это, как бы, конфисенция этого agile, да. А в самом деле это, как бы, не совсем так. Более того, для… Мы в альф-лаборатории в первую очередь начали внедрять не скрам, мы начали внедрять комбан, да. Отличия здесь есть, естественно, да. Комбан, он, как бы, очень похож на привычные вутерфольные подходы разработки, да. Вутерфолл – это что значит? Это когда мы берем какой-то большой кусок проекта, берем проект, точнее, какой-то, да, там, там, внедрить процессинг, да. И дальше этот проект раскладываем по понятным этапам его внедрения, да. Первый – определяем, там, ценности, согласовываем, выискиваем деньги. Дальше формируем требования к IT, их долго-долго проверяем, бизнес-требования, да. После этого проводим аналитику, пишем ТЗ внедрения, после ТЗ мы начинаем писать, потом начинается код, после того, как код вышел, начинаем тестирование и так далее. Это процесс длительный, долгий, и, как правило, на выходе мы можем либо опоздать очень сильно, либо получить совсем не то, что хотели, да. Это всегда сдвиг по срокам, это всегда сдвиг по бюджетам и так далее. Потому что длительный перезон прогнозирования всегда приводит к высокой степени неопределенности по бюджетам, по срокам и все остальное. Поэтому кажется, что скрам – это тот самый удобный инструмент, да, который можно сделать гораздо быстрее. Вот. Мы стали занять комбан. Комбан, по сути, это некая такая переходная часть между скрамом, да, достаточно такая сложная экстремальная история, и привычным ватерхолом, да. По сути, комбан – это такой маленький ватерхол, короткий ватерхол, да, с определенными идеологическими agile принципами, да. Вот здесь конкретно нарисован скрамовский подход. Я просто остановлюсь на, ну, как бы, на определениях, да, некие такие артефакты этого процесса, да. Это product owner, это спринт, это бэклог, да, продукт бэклог – то, о чем мы с вами долго разговаривали, да. Это спринт бэклог, спринт бэклог – это то, что мы берем в спринт, да. Спринт – это какая-то таймбокс, выделенный на поставку какой-то ценности. Это может быть неделя, может быть две, может быть три. Суть спринта заключается в том, что мы должны взять какую-то задачу, причем эта задача должна быть именно бизнес-ценностью, да, то есть то, что может давать человеку дополнительную value. И в конце этого спринта ее сделать. То есть не обязательно, может быть, поставить на рынок, но точно в состоянии продемонстрировать. Соответственно, спринт бэклог – это список задач, тасков, которые должны туда, должны выйти после окончания спринта. Таски называются user story. Есть правило документирования user story. Суть заключается в том, что каждая user story должна описана в следующем образом. Я как, то есть мы определяем целевую аудиторию, там, группу людей, могу сделать это, по сути мы формируем поведение, да, чтобы, и дальше формируем цель. И получается, я как первый пользователь интернет-банка могу зарегистрироваться в интернет-банке, чтобы иметь возможность воспользоваться всей функциональностью. Вот так описывается user story. Каждая user story может декомпозироваться на более мелкие user story. Чем меньше user story, тем, по сути, быстрее мы можем получить фидбэк. Когда мы говорим о фидбэке, нужно понимать, да, этот самый линд-цикл, он не говорит о том, что мы непременно должны получать фидбэк только от рынка. Если мы сделали что-то маленькое, это не значит, что в обязательном порядке должно упасть на рынок и сразу начать какие-то метрики изменять. Абсолютно не обязательно. Делая даже что-то маленькое, мы можем просто, а, получать фидбэк от систем, да, мы можем что-то сделать и понимать, что это не внедряется, это не работает, да, это уже тип фидбэк. Потом, внедряя что-то, мы можем получать фидбэк от смежных органов, да, мы говорим, давайте, посмотрите, вот, раз-раз прибегает вдруг бухгалтерия, так говорит, не, ребят, так не пойдет, либо безопаснее, так точно не пойдет. Да, и начинает объяснять почему и так далее. Вторая история – это получать фидбэк уже от команды, от, там, стейкхолдеров, потому что основной, как бы, важный момент – это в том числе, как бы, поддерживать прозрачность того процесса, который ты делаешь, от стейкхолдеров, да. Поэтому маленькая итерация двухнедельная, что-то сделал, тут же поставил, сделал демку, продемонстрировал, тут же получил фидбэк, да. Несколько спринтов, несколько итераций могут уже превращаться в рыночный релиз, да, когда мы выходим на рынок и опять уже начинаем получать фидбэк уже не только от стейкхолдеров, а уже начинаем получать от аудитории. Соответственно, что по этим, да, есть спринт, это тот самый таймбокс, то выделенное время на создание ценностей называется спринт, DSM – это Day Status Meeting, люди просто ежедневно должны собираться и каким-то образом понимать, правильно мы движемся, неправильно, да. Демка, в конце спринта должна быть всегда демка, то есть нужно показать, что мы делаем, именно показать, как это работает. После демка – ретроспектива. Мы должны понять успешный, не успешный релиз и сделать все, чтобы следующий релиз стал более успешным. Там, понятное дело, есть метрика, есть понятное понятие burn down, и так далее. Не хочется сейчас очень глубоко и сильно в эту историю погружаться. Суть заключается в том, что сам по себе IT-процесс должен поддерживать итерационное развитие продукта. К сожалению, в разных компаниях инновации происходят из разных частей. Где-то действительно это начинается с IT, и IT, например, переходит на Scrum, на какую-то быструю итерационную разработку, а бизнес-заказчики мыслят совершенно иными категориями. Они говорят, ребята, мне пофигу на ваша итерация, вот у меня есть BRD, я его написал, пожалуйста, когда вы мне это сделаете? IT приходит и говорит, ну слушайте, ну как же, у нас же вот итерация, то ли так, да, то ли, стоп, 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 мне это вообще не интересно, идите и делайте. Это как бы проблема разрыва разных подходов. Может быть, наоборот, да, уже более-менее продвинутый бизнес-заказчик говорит, ребята, я хочу быстро поставлять на рынок. Приходишь к IT, и IT говорит, слушайте, что вообще быстро поставлять на рынок. Пожалуйста, ну давай-ка, согласуй, напишем все эти наши требования, мы их оценим, мы их посмотрим, и, собственно говоря, только потом начинаем тогда угадать. Соответственно, почему здесь этот слайд находится? Что лин-цикл не может запуститься без, как бы, лин-мышления каждого из отдельных подразделений, да. У бухгалтерии, у комплайнса тоже должно быть лин-мышления, да. Должны понимать, что, как сейчас, например, как сейчас устроен любой запуск, любой фич, любой доработки, да, либо там согласование любого контракта, даже самого маленького, там, на 50, на сколько-то тысяч. Любой контракт, любая доработка падает в очередь к сервисам органов. Падает в бухгалтерию, комплайнс и так далее, да. И они дальше согласны, каким-то образом очередь должна двигаться, должна. Соответственно, этим подразделениям рисуются некие слайд. Говорят, ребят, отвечать на письма надо в течение трех дней. Там, не ответил, типа, тебя там накажем, не знаю, премилишь и так далее, да. Но, очень простой вопрос. Ведь, по сути, те самые нападающие письма к этим органам, это тоже их бэклог. Вопрос, а точно ли бэклог должен быть приоритизирован в зависимости от времени поступления задачи? Не может разве такое получиться, что маленькие задачи, не знаю, там, контракты на 50 тысяч рублей, там, на 100 тысяч рублей, можно вообще не делать? А нет ли истории, что, наверное, более важные, более срочные задачи, каким образом должны двигаться вперед, менее важные, менее срочные внизу и так далее? То есть, этот бэклог тоже должен каким-то образом приоритизироваться, да. И, соответственно, нужно понимать, что есть маленькая какая-то история, маленькая фича, да. Мы столкнулись с тем, что когда они действительно начали ускорять скорость внедрения, мы почувствовали, что весь, вся махина, как бы процесса согласования и всего остального, она работает абсолютно одинаково для всего. Не важно, внедряю я какую-нибудь коробку, да, стоимостью 5 миллионов долларов, да, либо делаю маленькую посадочную страницу, собственно говоря, весь процесс административного согласования и всего остального абсолютно одинаковый, да. То есть, это не лин, да, это обычный, понятный waterfall. Понятно, что в таких условиях, конечно же, мне проще порой сделать проект на 2 миллиона долларов, чем сделать маленькую итерацию за 10 тысяч рублей, да. А уж оплатить 10 тысяч рублей, это, в принципе, обычно невозможно, да. Вот. Поэтому получается таким образом, чтобы постепенно начал формироваться правильный, правильный итерационный быстрый подход, да, каждая из подразделений должна поддерживать эту идеологию, да. Поэтому IT, я рассказал про IT, да, давайте двигаться дальше, чтобы... Так, это так. Ирина, я отвечу, давайте, чуть попозже, это хороший вопрос. А скажите, а все видят, наверное, да, все эти вопросы, чтобы не их не читать. Окей. Так, все, Ирина, мы тогда, я прям отдельно, все, супер. Мы тогда после этого прям отдельно про все это поговорим, да. Так, поехали дальше. Теперь мы с вами, опять же, давайте сейчас немножко, может быть, сейчас вернем, чтобы вы запомните хорошо очень эту картинку, да. Да, то есть, смотрите, вот она идея, да, мы с вами поняли, что, по сути, список идей – это наш бэклог, да. Мы поняли, как туда попадать, мы поняли, откуда брать идеи. Следующий момент – это вот этот наш IT, да, это вот код. То, как она пишет, это может быть не обязательно IT, это может быть сервисные органы, да, которые могут настраивать IT, неважно, да. Но факт в том, что они все равно должны двигаться по таким же итерационным историям, да. Вот. И теперь мы с вами постепенно приближаемся к следующему квадратику, это о том, как же нам правильно собирать фидбэки с рынка, с аудиторией, либо от наших внутренних систем, да. Вот. Итак, теперь вопрос метрик. Понятное дело, что если любой продуктолог, любой человек, кто хочет внести хоть какие-то изменения в нашу компанию, в наш бизнес, приходят и всех стейкхолдеров либо тех людей, которые дают нам деньги, всегда задают один вопрос. То есть в их понимании, какие твои метрики проекта. Если тебя спрашивают, какие у тебя метрики проекта, это всегда про одно и то же. Это вопрос, сколько денег заработает эта доработка либо сколько денег заработает это внедрение. Теперь внимание, вопрос. Точно ли каждая доработка, точно ли каждое изменение влияет на деньги? Точно ли она затрагивает то, что принесет деньги? Можно переформулировать. А вообще, что влияет на то, что компания начинает расти, либо что у компании становится прибыль, особенно у нас в банку. Жалко, что мы не сможем с вами пообщаться так, но понятно, что вопрос заключается в том, что на деньги, как правило, влияют абсолютно другие факторы. Мы понимаем, что у нас изменилась ставка рефинансирования, мы понимаем, что у нас сейчас кризис и у нас идет рост не платежа и вот это влияет на деньги. Мы понимаем, что сейчас народ просто тупо беднеет и вот это начинает влиять на деньги. А еще мы понимаем, что мы запустили какую-то рекламную кампанию и у нас понабежало много, и это тоже влияет на деньги. И это влияет на деньги существенно больше, чем то, что мы делаем в наших продуктах. Вопрос. Как тогда оценить, что то, что мы что-то придумали, что мы что-то сделали, как в итоге должно повлиять на наши деньги? Очень простой ответ, собственно говоря, оценить практически невозможно. Практически невозможно, да. Соответственно, есть история, связанная с тем, что есть такое понятие метрики амбиций. Вот метрики амбиций – это деньги, доля на рынке, количество клиентов, количество активных юзеров, там рост аудитории. Это метрики амбиций. Метрики амбиций должны интересовать только одного человека. Это генерального директора компании, либо владельцев этого бизнеса. Это то, что действительно его интересует. Потому что каждая отдельная метрика амбиций распадается на много-много факторов, влияющих на нее. И один из этих факторов – это наши новые продукты, новые доработки, новые изменения, которые вычислить непосредственно о том, как он может повлиять на итоговый результат, практически становится невозможным. Поэтому, что делать в этой ситуации? Мы понимаем, что на деньги мы прямым образом не влияем. Хотя, конечно, нам для того, чтобы выбить деньги на доработки, нам проще сказать, что мы сейчас вставим оплату какого-нибудь регионального получателя ЖКХ в Челябинске, и это принесет просто адские установки нашего интернет-банка. Конечно же, говоря так, мы легко получаем финансирование, но, как правило, это не так. Как правило, влияние прямого и прямой зависимости и прямого влияния практически на это нет. Но наша основная задача, как людей, которые хотят что-то менять в мир, нам не важно, ну как бы не должно быть важно, сколько это принесет денег. Нам нужно понимать, во-первых, нам нужно понимать, вообще влияем ли мы на что-то, потому что, как правило, мы можем что-то делать, и при этом ничего не происходит. И вторая история – статистически видеть взаимосвязь тех факторов, на которые мы влияем, и уже на метрики амбиции, на деньги и так далее. Поэтому, например, вот простой пример, на что влияет продукт. Мы понимаем, что ни интернет-банк, ни мобильный банк, не влияет напрямую на привлечение аудитории. Да, конечно, в нашем маркетинговом обращении мы можем сказать, что да, вот интернет-банк, у нас есть мобильный банк и так далее. Но на что люди смотрят в первую очередь? Люди смотрят банкоматы, где у нас отделение рядом с домом, смотрят на то, чтобы ставочка была повыше, если это депозиты, пониже, если это кредиты, смотрят, чтобы банк был надежный и все. Вот что важно. Ну и типа должен быть интернет-банк. Либо там мобильный банк, в зависимости от этого. Да. Но вопрос, как, ну нам же нужно инвестировать там в интернет и мобильный банк, да. Нам нужно инвестировать в новые продукты, тогда мы должны понять, а где же наше влияние, да. А на что же мы конкретно влияем. Мы понимаем, что продукты, которые мы делаем, это не про новых клиентов, да. Продукты, как правило, это про что-то другое, да. Это про допродажи, про удержание пользователя, да, про повышение, про повышение лояльности этой аудитории и так далее. Поэтому получается, что у нас метрики должны быть не деньги, да. Если мы с вами живем и делаем там, развиваем наши интернет-каналы, и мы понимаем, что люди, которые отдали банку большее количество данных, не знаю, свои права, свои там номера телефонов и все остальное, ну понятно, они будут дольше жить с банком, да. Понятно, что, наверное, они будут дольше приносить комиссию и все остальное. Поэтому кажется, что наша метрика, это должно быть не деньги, да. Наша метрика должна быть там срок жизни клиента. Понятно, что мы уже математически, да, можем примерно высчитать, сколько, например, срок жизни клиента, этот, срок жизни клиентов, например, влияет на деньги. Но это фактор косвенный, да, то есть фактически мы влияем-то не на деньги, да, фактически мы влияем на отток этих клиентов, да, на удержание этих клиентов, там, либо на круссел и так далее. Поэтому нам, как для продуктолога, вопрос потока денег никогда не ответит на вопрос, что же делать завтра, да. Какую хич нам нужно взять из нашего бэклога, чтобы она нам что-то принесла. Но правильный подход к постановке правильных продуктовых метрик, да, там, например, там, количество сервисов на человека, успешность выполнения кейсов, там, я не знаю, ну, даже тот же самый МПС, там, и все остальное, да, он может сказать о том, двигаемся ли мы в правильном направлении, не двигаемся, влияет ли там что-то на это, либо не влияет. Вот. Соответственно, понятно, что любое внедрение любого продукта есть в жизни цикл, да, и доходность, и, ну, и прибыль, которую мы получаем с продуктом, она, как правило, не связана с, то есть она связана как раз с той стадией зрелости, либо этапа развития этого продукта, на котором мы находимся. да, поэтому для разного этапа жизненного цикла продукта должны быть разные фокусы и разные метрики, которые мы должны понимать и которые должны трепить, да. Если мы понимаем, что у нас продукт новый, мы начинаем запускать какую-то новую идею, новую кредитную карту, мы начинаем запускать какой-то новый функционализ, там, чат, не знаю, поддержки, либо еще что-нибудь, то глупо требовать и глупо как-то коммититься на уже какие-то деньги. Да, гипотетически, конечно, мы можем обозначить драйверы, там, я не знаю, ростом, и сказать, что, наверное, это повлияет, там, не знаю, чат поддержки, наверное, повлияет на то, что люди будут меньше звонить в колл-центр, наверное, это приведет к уменьшению количеству людей в колл-центре, которые, наверное, сэкономят деньги на чем-то. Да, понятно, что мы должны себе это представлять, да, но для нас это, как для продуктологов и для людей, которые внедряют эту функциональность, это не должно быть ориентиром к тому, что делать. Первый этап, вот первая стадия, вот на стадии запуска, да, для нас ориентир должен быть эмпатия. То есть, мы должны понимать, что то, что мы делаем, то, что мы делаем, реально вызывает сопереживание с нашими клиентами. Вот если мы понимаем, что чатом начинают тупо пользоваться люди, да, либо мы начинаем, видим, что там люди начинают писать, либо начинают вести положительные отзывы, нам не важно, сколько денег это потом принесет. Мы понимаем, что первую стадию, да, эмпатия с конкретной идеей, с конкретным продуктом прошла. И означает, что когда мы внедряем продукты, мы не должны ставить метрику, на раннем этапе, сколько мы должны уволить операторов, да, чтобы наконец-таки заработать бабло, да. У нас должна быть другая метрика. На первом продукте должна быть метрика, например, сколько людей воспользуются этой функциональностью, либо сколько раз повторили эту функциональность. Вторая история, да, сколько людей остались довольны, Это уже опять же к нашему фидбэку в виде Satisfaction Index, либо MPS. Насколько людей стало довольны этим обслуживать. Это становится гораздо важнее. И в этой стадии, пока мы не прошли стадию запуска, все наши доработки, тот самый вопрос, а что же дальше нам делать, какая фича должна зайти дальше, мы должны получать ответ. Это та фича, которая покажет нам, что у клиентов есть эмпатия с продуктом. Вот все то, что ему просто хотя бы понравится, этого уже будет достаточно. Следующая история, это когда уже мы понимаем, что аудитория начинает наш продукт набирать, то включается следующая группа метрик, метрик липкости так называемых. Почему это важно? Понятно, что любая идея может, тот же самый, не знаю, чат поддержки, если мы о нем заговорили, та же самая идея может действительно людей радовать. Я им говорю, слушайте, у нас появился чат поддержки. Они говорят, ой, как круто, как классно. И первый контакт с этим чатом произошел у 70% людей. Ну, понятно, что он продает по 70% студентов, потому что людям тупо интересно посмотреть, что же такого там произошло, да, и как же это интересно работает, да. Люди зашли, 70% посмотрели и все ушли, да, а дальше начинают пользоваться этим 1-2%. Так вот, суть заключается в том, что, опять же, мы еще не видим денег, да, у нас денег еще нет, мы еще не уволили ни одного оператора колл-центра. Но вторая история, на что должна быть нацелена наша, как бы, следующая активность, следующий фокус и следующие метрики, это то, насколько глубоко люди начинают использовать этот сервис. Насколько часто начинают повторять его, насколько долго начинают ее использовать, да, насколько они там, ну да, там возвращаем, насколько у них возвращаемость, так далее. Насколько они перетекают, допустим, из возможности обслуживаться через колл-центр, допустим, обслуживание через чат, да. Вот это метрики липкости. Соответственно, если я хочу делать следующую доработку по улучшению функциональности, я высоким приоритетом буду ставить те фичи, которые будут сильно влиять на возвращаемость пользователя в этот сервис, да. Хотя, может быть, пока это действительно ведет к увеличению костов, потому что по факту получается, что и операторов мы не уволили, да, и в чат поддержку уже наняли, да. Но, если мы начинаем сразу уже параллельно уволять температуру и так далее, да, и как бы уже начать зарабатывать, то хорошего нормального продукта мы не сделаем, да. Следующий этап – это рост. Здесь уже суть в том, что если мы говорим о действительно более-менее агрессивном захвате рынка, то рост – это всегда какие-то маркетинговые активности, да. Это всегда достаточно дорого, да, клиенты просто так никогда не набегают в наши продукты и в наши сервисы, да. Поэтому, если мы хотим обеспечить рост, мы должны вкладывать деньги. Поэтому все прекрасно понимают, что есть абсолютно понятная метрика, да, это там стоимость привлечения трафика, да. Соответственно, фокус именно с точки зрения продуктов, да, если задать вопрос, что же нам делать завтра в нашем продукте на этапе роста, то ответ для нас должен стать таким. Мы должны делать все, чтобы повышать виральность нашего продукта, да. Виральность – это что такое? Виральность – это способность нашего сервиса, нашей фичи привлекать дополнительных пользователей, да, от одного пользователя к другому пользователю, да. Если, и, соответственно, там выражается коэффициент, да, там, если коэффициент единица, то мы говорим, что каждый новый юзер, который зашел нам в наш продукт, привлек еще одного нового юзера, да. И так далее. Соответственно, мы должны понимать, что на этапе роста то, как наш продукт в состоянии привлекать клиента, становится максимально важным. Почему максимально важным? Потому что это деньги, да. Именно здесь будет сосредоточена история, связанная с экономией максимального маркетингового бюджета. Третья история, когда уже продукт находится на пике, то история очень простая, да. Соответственно, мы говорим, что, ребята, все доработки продукта должны сводиться к одному. Мы должны тупо начинать выжимать из текущей аудитории максимум, при этом тратить на это меньше. Тратим на что? Тратим на маркетинг, да, то есть customer acquisition cost, стоимость привлечения нового юзера должна максимально снижаться, и при этом максимально больше получать отдачу. Соответственно, вот здесь, вот как раз-таки ровно в этом этапе, вот здесь должна идти речь о деньгах. Вот все, что мы с вами делаем в продукте, вот на этом этапе, вот должны оцифровываться в бабле, да. Уже нельзя заводить историю, говоря, что, ребят, мы хотим про эмпатию, мы хотим про липкость и так далее. Здесь уже мы говорим про конкретные деньги, вот здесь включаются наши монетизаторы, да. Но до этого этапа продукт должен дожить, продукт должен дойти до стадии насыщения этого рынка, да. Только тогда действительно начинается история с тем, что все наши действия, да, должны каким-то образом максимально быстро окупаться. Соответственно, здесь мы тратим на что? Мы тратим на понижение расходов, да, и мы готовы инвестировать, потому что расходы были меньше, да, и мы инвестируем в то, чтобы доходы были больше. Все, все очень просто и понятно. Как правило, после пика всегда идет, ну, спар, да. И здесь включается история такая, если это был бы стартап, либо какой-то маленький продукт, то в этот момент он всегда сливается в стратегу, либо сам по себе становится, ну, либо выходит на IPO, как правило, либо продается кому-то, да, либо начинается уходить в сторону формирования нового цикла, да. Мы говорим, окей, мы с вами прожили всю эту историю, да, вот мы так все хорошо сделали, например, для физиков, вот давайте то же самое, да, вот по той же самой фазе эмпатии, там, липкости, и так далее, но теперь для юриков, да. То есть мы запускаем с вами новый этап, как бы, развития продукта с новыми фокусами уже на метрике. Либо мы говорим, окей, мы все круто сделали в России, давайте то же самое сделаем на Украине, да. И опять врубится ровно та же самая историка с фокусом на нашей метрике развития продукта. Даже если мы с вами, наш какой-то там продукт в России уже является, как бы, не знаю, популярным, известным и так далее, придя на новый рынок, вы заново пройдете фазой пати. Вы будете заново фокусироваться на том, чтобы клиенты теперь начинали принимать ваш продукт в другой локации. И все-все-все, все-все-все то же самое запомнило. Фух, так, поехали дальше. Вот смотрите, сейчас я хочу вам показать, не знаю, насколько это видно, да, вот вы напишите, видно или нет, да. Я хочу вам рассказать и показать, как выглядит тот самый бэклоук, да, который мы, собственно говоря, таким мы управляем, да. В этот бэклоук мы стараемся включить максимальное количество тех самых историй, которые я попытался выше рассказать, да. Соответственно, вот смотрите, первая колоночка, да, это тот самый наш бэклоук, да. Мы просто-напросто берем и формируем в виде ютерсторий, да, которые нападали неизвестно откуда и так далее. Далее, там оценка, это отойти, то есть, ну, примерно, оценка всегда происходит в стори-поинтах. В стори-поинтах это некая условная оценка к сложности задач, да. Да, а, увеличить можно. О-о-о, Юлия Борисовна, спасибо большое. Это круто, действительно, да. Что-то, я же не заметил, что-то, существенно. Вот, соответственно, давайте, вот, соответственно, это оценка, да. Оценка происходит в стори-поинтах, она не происходит в деньгах, там, в человека-часах и так далее, да. Для чего это стори-поинт, это некая такая условная единица обозначения сложности задач. Как она формируется? Мы говорим, какая-то самая простая история, не знаю, перекрасить цвет кнопки, это очень легкая задача, цвет кнопки в интернет-банке, да. Это очень легкая задача, поэтому она один стори-поинт. А что-то огромное, большое, у нас там 16 стори-поинтов, да. И вот мы говорим, скажи, пожалуйста, вот эта задача, не знаю, к примеру, добавить к этой кнопке рядом еще, она такая же сложная, как перекрасить цвет, либо она сложнее, да. Она сложнее, насколько она сложнее, там, в два раза сложнее. Если в два раза сложнее, то два стори-поинта, да, и так далее. И ты каким-то образом начинаешь примерно понимать, ну, примерно оценивать уровень и сложности этих задач, да. Эти задачи идут по числам Фибоначчи, то есть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее, да, там до бесконечности. Соответственно, есть сложные задачи 64, ну, в половину простые, как это сложное, 32 и так далее, да. То есть это, опять же, верхнеуровневая примерная оценка, которая не содержит пока ни часов, ни стоимости, ничего, да. Дальше, вот в пилот мы убираем это, да, это, как бы, отдельная графа, которую можно добавить, да. Соответственно, смотрите, вот идет градация Sales, Retention, UX, Visibility, да. Что для нас это означает? Вот для нас означает, это как раз те самые фокусы, которые мы для себя, для нашего бизнеса обозначили, да. Мы говорим, что нам важно, там, сейчас повлиять, ну, там, понятно, что эти фокусы, они, во-первых, должны исходить из того, что, в принципе, на что мы можем влиять, да. Да, если мы разрабатываем какое-то средство для, там, допродажи чего-нибудь, да, ну, это конкретно пример из большого гипермаркета электронной техники, да. Соответственно, если мы говорим, что наша цель повысить конверсию в продаже, то мы говорим, что нам важно, да. Да, это продажа, это retention, это удобство пользы для UX, да, ну, юзабилити там разбили на две части. Факторы могут быть абсолютно любыми, да, те, которые важны конкретно для вашего бизнеса, да. Далее, вверху, вот 4, 3, 2 циферки, да, это, по сути, приоритетность того или иного направления. Вот, когда я вам рассказывал о фокусах, ну, о тех метриках, да, которые нужно собирать и на что фокусироваться в разные этапы жизненного цикла товаров, по сути, должны отображены быть здесь, да. Четверочка, это, значит, высокий фокус, троечка, это может быть средний фокус, двоечка, там, меньше и так далее, да. Можно поставить процент, сказать, что все это 100%, соответственно, первая может иметь 50% важности, вторая 20%, третья 10% важности, да. И каким-то образом взвесить ценности, которые приносит та или иная, та или иная, как бы, фактор для нашего бизнеса, да. Здесь нет денег, да, или, точнее, здесь могут быть деньги, если мы действительно на них влияем прямо, да, но здесь могут и не быть денег, да. Но мы знаем, что мы точно влияем, например, на UX, на retention и так далее. Далее внутри мы просто проводим оценку, говорим, как вы думаете, да, обычно собирается команда, там, из трех-четырех человек, говорит, да, ну, наиболее, там, понимающий продукт, там, и бизнес, и все, да. Говорит, как вы думаете, вот конкретно эта фича, как сильно повлияет на повышение продаж? И дальше просто три варианта ответа, 0, 1, 2, да. 0 точно не повлияет, 1 повлияет, 2 повлияет сильно. И ты и дальше начинаешь вскоре, да. А как эта фича повлияет на то, что люди вернутся обратно к нам, да. Мы говорим, ну, повлияет средненько, ставим единичку. И вот таким образом, абсолютно верхнеуровнево, ты проводишь оценку своего бэклога, да. Понятно, что, да, заранее из этого бэклога должно быть выкинуто, выкинуто весь шлак ненужный, да. Почему, да, мы должны понимать, какая целевая группа и так далее, да, все уже должно быть там. Далее, в условиях вот этого, как бы, в нашей колоночке, да, если мы понимаем, что у нас такой-то локальный фокус, к примеру, молодежная аудитория, то просто одним из критериев приоритизации нашего вот этого бэклога, наших задач, появляется, а сильно ли она влияет на молодежную аудиторию. И мы ровно точно так же начинаем скорить эту задачу, в том числе поднимая ценность той или иной фичи в общем нашем бэклоге, да. Вот, соответственно, мы каким-то образом должны проскорить. У нас есть оценочка с айтишниками, мы делаем, да, потом мы делаем какую-то оценку уже вот этих вот влияний нашей конкретной фичи на какие-то результирующие показатели, которые легко могут становиться нашими KPI, да, либо там KPI банка. Далее, далее, следующая графа, это вот этот процент ценности, да, откуда берется процент ценности? Процент ценности берется таким образом, что в зависимости от того, что мы поставили, да, вот эти двоечки и единички, они взвешиваются на тот приоритет, который поставлен. Понятно, что двоечка в факторе более высокого приоритета, естественно, важнее, чем двоечка в факторе более низкого приоритета, да. И дальше все фичи суммируются. И мы получаем некие 100% ценности бэклога, которые мы можем принести. А дальше спрашиваем, а сколько конкретная данная фича приносит ценности от всего нашего бэклога? И мы говорим, что эта фича 9%. А дальше спрашиваем, а сколько эта фича в стоимости всех расходов нашего бэклога? Она 3%. И вся магия должна заключаться в том, что соотношение ценности, да, которые может наш весь бэклог принести для бизнеса и стоимости каждой отдельной вот этой вот фичи должен формировать приоритет доработки, приоритет следующей фичи, которая зайдет в производство наше, да. Вот. Это понятно? Отзовитесь. Так, Лина. Да, окей. Николай. Круто. Все, продолжаем. Я просто не знаю, кто у вас еще кто-нибудь есть. О, Виктория. У нас, по-моему, Виктория у нас глядит. Так, классно. Соответственно, дальше очень интересная история, да, о которой тоже мне хотелось бы еще поговорить, да. Но, смотрите, какая история. Ведь понятное дело, что, к примеру, мы с вами приоритизировали наш бэклог, да. Вот если вы сейчас представите, я не знаю, любой список задач, которые вы должны даже сделать в своей работе, да, и ровно так же оцените, что задачи выйдут наверх. Задачи выйдут, как правило, максимально ценные и часто абсолютно неинтересные ни для кого. Ни для клиентов, ни для разработчиков и так далее, да. Вот. И поэтому получается так, что, но, понятно, что они будут действительно важны для бизнеса. Вопрос. Как всю эту историю с приоритизацией можно поженить с тем, что действительно можно, то, с чем можно выйти на рынок и что предложить клиенту, да. Ведь если мы с вами дорабатываем какую-то новую систему, то в первую очередь, конечно же, будут базовые какие-то функции, да. Если мы делаем мобильный банк, то ясно, что в первую очередь, да, выползет остатка, посмотрит остатка по счетам, там, не знаю, авторизация, оплата мобильника, оплата интернета, оплата ЖКХ, переводы людям, переводы еще кем. Буду только это. Вопрос. Как это можно продавать? Если то, что вылезет наверх, это абсолютно все то же самое, что и у всех, да. Поэтому мы в приоритизацию этого бэклога, да, вносим дополнительные параметры, которые должны помогать нам сформировать именно релиз, да. Не ту маленькую итерацию, да, а именно релиз. Это то, с чем мы уже готовы выйти на рынок и то, о чем готовы людям рассказать, да. И, соответственно, мы взяли модель КАНО, КАНО-анализ, да, или КАНО-взвешеный, так называемый, да. Я давайте сразу его покажу, да, а потом вернемся и расскажу, как это будет работать. Итак, вот смотрите, тип фичи по модели КАНО, да. КАНО, это японский исследователь, да, еще в 1982 году начал анализировать влияние различных фич, различных сервисов, продуктов, магазинов, супермаркетов и чего остального на удовлетворенность пользователя, да. И поэтому появилась вот такая вот градация, где по оси У, это удовлетворенность, удовлетворенность клиентов, по оси УХ, это количество, качество, либо наличие каких-то конкретных фич, да. И дальше попытались выстроить взаимосвязь, причем не обязательно, это математическая взаимосвязь, да, просто хотя бы понятийная взаимосвязь одного от другого, как та или иная фича влияет на удовлетворенность пользователя, да. И в результате исследования поняли, что существуют разные типы фич, да. Вот если вы посмотрите голубенькая линия, да, это линейная фича. Что значит линейная фича? Линейная фича подразумевает под собой то, что чем больше, чем лучше, да, чем, ну, лучше качество, либо лучшее исполнение этой фичи, тем больше удовлетворенность. Простой пример. Мы с вами покупаем автомобиль, да. Ясно, что автомобиль должен иметь мотор, колеса, руль и все остальное. Но вопрос, руль, колеса и вот это все остальное точно ли, ну, даст там ту удовлетворенность, которую мы хотим? Конечно, нет. Ко всему, к этому прочему, нам нужно, чтобы был подогрев сидений, там, не знаю, регулировка зеркал, затемнение зеркал, автоматические счетчики, автоматические подогревы, автоматические там изменения положения руля, автоматический закрываемый багажник и много-много всего того, что мы хотим, чтобы в этом автомобиле было. Вопрос, каждая конкретная фича, да, можно ли мы сказать, вот как конкретная фича, не знаю, подогрев сидений, влияет на удовлетворенность? Очень сложно. Но мы точно знаем и мы точно можем сказать, что количество этих фич точно влияет на удовлетворенность. И мы можем сказать, что количество этих фич будет влиять на удовлетворенность пропорционально. Чем больше мы напихиваем в автомобиль мелких улучшений, тем приятнее становится людям водителям. Все, вот панетийная взаимосвязь. И все, что называется вот эти самые мелкие улучшения, это и есть линейные фичи. Линейные улучшения мы называем линейные фичи. То же самое можно сказать, например, про емкость двигателя, про мощность двигателя. Понятно, что там 100, там 1-литровый двигатель, он, ну как бы 5-литровый, наверное, принесет удовлетворение больше, чем 1-литровый. Понятно, что да, он стоит денег, там бензин и так далее, но кажется все-таки на мощном двигателе ездить чуть приятнее. То же самое происходит с компьютерами. Больше памяти будет приводить удовлетворенности, больше, чем меньше памяти. Больше срок батарейки будет приводить к удовлетворенности, чем меньше срок батарейки и так далее. Чем больше, тем лучше. Следующая история, это вот эта самая оранжевая графа, которая называется обязательная. Суть обязательных фич заключается в том, что чем больше появляется в нашем продукте обязательных фич, тем удовлетворенность просто стремится к нулю. И вот тот самый момент, когда все обязательные фичи есть, удовлетворенность как бы только начинается, ну начало, начало по сути удовлетворенности пользователя. Он может сказать, что ну да, я ожидаю, что так оно и должно быть. Соответственно, следующее, это вау или вот эти привлекательные фичи, это такая наша розовая. Кроме всего остального, есть вот эти самые вау фичи. Это то, что сильно воздействует на людей. Какая-то особая подсказочка, какая-то особая помощь где-то. Где-то что-то такое, что человек абсолютно не ожидает. И в этот момент он, как сказать, появление этих фич вызывает в нем определенный восторг, удовлетворенность или неожиданность. Он хорошо запоминает продукт, у него возникает эмпатия к этому продукту. Отдельная история, это нежелательная фича, это зелененькая. Нежелательная фича, это то, что людям действительно не нужно. Нежелательная фича, например, расход бензина в автомобиле. Понятно, что чем меньше расход, тем удовлетворенность клиентов выше. Чем меньше расход, тем больше. И так далее. То есть обратная профессиональность. С IT-продуктами это баги. Чем больше у нас багов, тем удовлетворенность продуктов становится меньше. Это понятийная история, математического выражения нет. Однако к этой теме есть достаточно неплохое обоснование и способность количеством, то есть статистически это выявить. И соответственно, он под собой кроет метод исследования. Понятно, что исследование может быть только лишь в разрезе определенных сегментов, потому что для них, а для одних это обязательно, что обязательно для бабушки в наших продуктах, не становится обязательным для студентов. Что обязательно для одних, для этих типов аудитории, не обязательно для других типов аудитории. Поэтому получается, когда мы говорим о составе фич, мы всегда смотрим в разрезе аудитории. Мы говорим, что вау для этой аудитории, что вау для, что обязательно для этой аудитории и так далее. Вот. Соответственно, это теория. Соответственно, каким образом она накладывается на нашу практику. Кроме того, что мы с вами понимаем приоритетность тех фич по бизнес и value ценностям, мы понимаем, что релиз должен сформирован быть совершенно иным способом. Мы берем и мы оцениваем каждую из этих фич по вау обязательной и линейной. И вот, соответственно, галочки, вот эти вот крестики, они означают, к какому типу фичи относится та или иная доработка. Вот. Понятно, что, опять же, еще раз повторяю, что вся эта история идет только в разрезе целевых аудиторий. Мы должны всегда понимать, что для нас, у нас, ну, должно быть фокус тех людей, для которых мы живем и чей мир мы, собственно говоря, хотим изменить. Поэтому, определив вот таким вот образом базовые линейные фичи, мы начинаем формировать релиз. В чем секрет и успех хорошего релиза? Хороший релиз будет заключаться в том, что... Точнее, начнем от обратного, значит, плохой релиз. Понятно, что хочется, вот то, о чем я говорил, хочется всегда сделать базовое. Мы скажем, ребята, давайте мы сначала сделаем все базовые фичи, выйдем на рынок и только так, и потом выйдем на рынок. Потому что, ну, как же люди смогут пользоваться нашим продуктом, если у нас не будет оплата мобильника? Ну, как? Ну, не смогут же пользоваться. Мы скажем, что это говно, а не продукт. Соответственно, мы говорим, что, конечно, хочется сделать базовые фичи. Но если мы с вами начинаем делать базовые фичи, то вы возьмете любой бизнес, любой продукт, любой то, что уже сделано, особенно в нашей банковской сфере, мы поймем, что это уже и будет занимать два года. Какой тут лин? Не будет лин. Это получается, что мы не можем выйти на рынок, пока не будет базовой функции. Что полностью противоречит истории тому, что надо быстро выходить на рынок, быстро получать фидбэк и развиваться дальше. Поэтому правильный релиз, когда мы начинаем комбинировать базовое, линейное и вау-фичи. Линейная фича для чего нужна? Линейная фича нужна для того, чтобы, как бы, то есть, получается таким образом, что мы понимаем, что в нашем релизе обязательно должно быть что-то базовое. Опять же, к примеру, мобильного банка. Мы понимаем, что регистрация, просмотр остатка и оплата мобильника – это базовая фича. Окей, разве мы с этим не можем выйти уже на рынок? Конечно, можем. Но вопрос очень простой. А что же мы скажем людям, которым мы придем и скажем, вы знаете, мы в нашем мобильном банке сделали оплату мобильника, регистрацию и просмотр остатка. Они скажут, камон, ребят, о чем речь, о чем вы говорите, какой мобильный банк, если все уже давно так делают. Поэтому получается, что мы должны скомпоновать таким образом. Мы говорим, ребят, да, мы сделали очень простую, очень понятную за две недели выписку. Она некрасивая, она, как бы, ну, она, по крайней мере, есть. Мы можем понять, что выписка есть. Мы сделали, линейно улучшили нашу регистрацию. Мы понимаем, что наша регистрация, она уже не базовая, она уже очень крутая. Мы говорим, что мы теперь зарегистрироваться можем, просто вводя только там логин, пароль. Мы уже инвестировали это сделать. И мы еще сделали вау. Мы сказали, ребят, давайте мы понимаем, что у нас есть оплата мобильника, но мы к этому оплате мобильника прикрутили еще возможность смотреть счет оператора сотовой связи. Мы можем не только оплатить, но можем еще и проконтролировать остаток по нашему балансу. И вот смотрите, что получается. Даже если мы понимаем, что продукт еще не совершенен, он еще не готов. Но уже это становится, превращается в продукт, с которым можно прийти к клиенту. Потому что мы говорим, здесь можно трекать, например, твой баланс мобильного оператора и его тут же быстро оплатить. И более того, тебе очень легко туда зарегистрироваться. А еще ты можешь посмотреть свою выписку. Понятно, что это еще ничем не отличается от всех остальных, но мы знаем, что балансы пока мало кто прикрутил в своих мобильных банках. Мы уже по сравнению с ними, уже о чем-то можем сказать клиентам. Мы уже, делая даже маленькую функциональность, маленькую набор функциональности, начинаем быстро получать обратную связь. Люди не плюются, а люди начинают пользоваться. Я за свою жизнь на самом деле запустил достаточно большое количество продуктов. И они были всякие разные, удачные, неудачные. И парадокс заключается в том, что, чтобы вы не выпустили на рынок, этим всегда кто-то будет пользоваться. Да, возникает вопрос, что, наверное, это тяжело масштабировать, наверное, это тяжело сделать так, чтобы этим пользовались все и так далее. Но парадокс заключается в том, что все равно есть такие люди. Эти люди как раз-таки и становятся вашими первыми последователями. Это как раз те люди, с которых вы и начинаете свой процесс получения фидбэка. Вам для того, чтобы нормально начинать развивать продукт, абсолютно не обязательно сразу миллион человек. Но вам достаточно регистрации оплаты мобильника и просмотра остатка для того, чтобы уже начать получать фидбэки о вашем продукте. И таким образом получается, что каждые 2-3 недели мы можем постепенно, релизно дополнять функциональность в нашем продукте, комбинируя ее правильным образом. Потому что первый релиз такой, который я уже сказал, а второй релиз будет какой? А давайте теперь мы улучшим выписку, линейно улучшим выписку, добавим иконочки магазинов, например. Это линейное улучшение. Добавим линейное улучшение выписки и добавим, например, вау-фичи, парсинг этих же выписок с других банков, например. Это вау-вау. Люди уже готовы пользоваться? Готовы. Есть о чем сказать? Есть о чем сказать. Заявить можно, может, понятно, что он еще не заменит полностью продукт вашего конкурента, но у вас уже есть клиент. И с каждым следующим релизом, с каждой следующей итерацией, а, вам есть о чем рассказать вашим клиентам, и б, вы уже начинаете получать фидбэк от этих пользователей. Пускай, может быть, эти пользователи будут сотрудники банка, пускай эти пользователи будут хотя бы те люди, которые сидят с вами там, не знаю, в вашем же отделе и так далее. Но момента, вот то, как мы говорим, постоянно нас все спрашивают, скажите, пожалуйста, когда вы запускаете свой продукт? Вот тот самый вопрос, который нас спрашивают. Потому что в нашем мире, ну, как в привычном мире существует понятие, что не было продукта, потом мы два года что-то делали, и вот, наконец, запустили, всем объявили, всем рассказали, протриндели и так далее. После этого народ набежал, наплевался, понял, что дофига багов, понял, что не работает, и все, и второй раз ты уже к ним с этим не придешь. Поэтому есть такая стратегия, да, вот так называемая стратегия, стратегия контролируемого, стратегия контролируемого выхода на рынок, да. Соответственно, стратегия, то есть нету момента, ну, как такового, там, вот прям, все, мы запустились. Мы можем, конечно, для прессы, там, для РБК, для еще сказать, что мы запустились, но это абсолютно необязательно. Вы можете сказать, что мы придумали идею и сделали лендинг, и уже РБК это возьмет и напишет, что действительно идея прикольная и классная, да. Соответственно, получается так, что каждый продукт вот такими мелкими итерациями, добивая туда, там, 2-3 базовые функции, немножечко какой-то улучшая линейное прошлое улучшение предыдущей функции и добавляя какой-то вау, мы постепенно начинаем все глубже, глубже, глубже проникать на рынок, да. Сначала в виде альфа-релиза для наших друзей, там, коллег, для сотрудников банка, да, потом закрытая бета, мы говорим, а давайте мы еще к этой истории пригласим немножечко людей, там, ну, которых, например, я не знаю, понятно, что мы в банке сильно ограничены комплаенсами, там, юристами и так далее, но пускай тогда хотя бы это будут сотрудники. Пускай это будет, там, 2-3 тысячи сотрудников, да, вот та самая закрытая бета, да, либо какие-то люди, с которыми можно заключить простой отдельный договор, не ДКБО, договор ДКБО, да, там, а что-то попроще, да, которое не несет никаких к нам обязательств в плане, там, того, что у нас что-то не работает и так далее, да. Но эти люди могут уже пользоваться, и таких людей много, они готовы реально пробовать что-то новое, ну, удивительно, да. Следующая стадия, это так называемый паблик бета, да, это когда мы говорим, ребят, да, вы теперь можете подключиться кто угодно с рынка, там, вы останете клиентом банка, либо клиенты банка, и дальше начинать продолжать пользоваться этим продуктом, да. И вот этот самый так называемый паблик релиз, его уже не обязательно, что для нас означает паблик релиз? Паблик релиз это будет означать, что буковка Б, да, в бета, она просто в какой-то момент пропадет, то есть не нужно сидеть там, трендить и говорить, что мы запустились в этот паблик релиз, да, абсолютно не обязательно. Важно, что в паблик релиз это то, что любой человек может зайти и начать пользоваться вашим продуктом, да. А дальше начинается сериал, да, должен начаться сериал, там, я не знаю, «Игра престолов», то есть в те люди, которые находятся в вашей, в вашей сначала тестовой аудитории, потом все больше и больше, как бы, дополняющей аудитории, да, они должны понимать, что каждый следующий релиз, опять же, по тому и самому конос, правильно сформированный, да, должен что-то им давать, да, в виде чего-то маленького улучшения, какой-то вау, какого-то еще дополнительного базового функционала, да. И вот постоянно накручивая таким образом релизными историями, да, мы начинаем подгребать людей все больше и больше и больше, да. Более того, не нужно, как бы, собирать и привлекать людей сразу массово на весь рынок и так далее, да. Почему? Потому что, ну, как бы, это, во-первых, дорого, да, контакт с аудиторией – это всегда дорого, да, а вторая история, если у клиента, конкретной аудитории клиента нет того, чего ему нужно, у него складывается не очень хорошее впечатление о вашем продукте, да. Это означает что? Что мы должны привлекать, как бы, сегментировать те же самые наши аудитории, да. Если мы понимаем, что наша первая аудитория – вот эти, и мы понимаем, что для этой аудитории мы выстроили определенный цикл, как бы, альфа, там, закрытый, паблик, бета и паблик-релиза, то следующее развитие продукта, оно будет происходить просто масштабируя эти аудитории. Мы говорим, а давайте теперь сделаем то же самое, но не добавляя просто новые сегменты пользователей, да, с точки зрения, там, их функциональности и удовлетворения их потребностей, да. Вот, на самом деле, это все, что я хотел по этому поводу рассказать. У нас с вами можно сейчас, можете подумать немножко, да, и мы можем еще оставшиеся 10 минут, а мы говорим, сколько у нас получится, можем еще поговорить по вопросам. Поэтому сформулируйте вопросы, да. Итак, давайте сейчас мы кратенько пробежимся, потому что прошли, да. Основная базовая история в продакт-менеджменте заключается в том, что у нас там должен быть линд-цикл, да. Специфика линд-цикла заключается в том, что практически все части, в данном случае нашего банка, должны в этот процесс увлечены, да. Это и IT, и маркетинг, и там бизнес-подразделения, и бухгалтерия, и так далее. Мы понимаем, что без этого невозможно жить. Пока мы, конечно же, двигаемся, мы двигаемся линд-циклом, да, просто, то есть мы двигаемся циклом, так скажем. Мы все равно ходим с вами по этому же циклу. Просто наши циклы, к сожалению, занимают год-два. Вот в этом вся основная проблема, да. А когда наши циклы с вами занимают год-два, мы должны понимать, что горизонт прогнозирования у нас должен быть там 7-10 лет, да. Где мы с вами видели, и когда мы с вами присутствовали, точнее, мы давно уже с вами не живем в мире, где горизонт прогнозирования может быть 5-10 лет. Это означает, что нашим критерием выживаемости на рынке становится скорость, скорость обратной реакции, скорость связи, да. А вторая большая проблема, что каждый следующий наш релиз всегда дороже предыдущего и несет эффекта меньше, чем предыдущий. Поэтому рано или поздно вы просто сядете, начнете считать и понимаете, ну капец, ну невозможно ничего внедрить. Вообще невозможно ничего внедрить, потому что ничего уже не приносит такого эффекта, как было в прошлый раз. Надеюсь, там, ну мы все работаем в банках, да, прекрасно мы помним и понимаем, сколько, например, нам принесло в наших банках внедрение процессинга, да, 10 лет назад, когда мы внедрили возможность оплачивать карту, да. А потом мы внедрили P2P, да, внедрение дороже, стоимость, количество клиентов, которые этим пользуются уже меньше. А потом внедрили там припейт, внедрение дороже, стоимость людей, которые этим пользуются еще меньше. И так далее. То есть получается так, что каждое внедрение дороже, эффект меньше. Поэтому мы должны всегда четче понимать и быстрее реагировать на, быстрее получать фидбэк от нашего рынка. Логика получения фидбэка – это формирование идеи, построение чего-то и получение отсюда метрик, да. Формирование идеи, мы говорим, да, неплохо было бы запустить, не знаю, там, какой-то новый продукт для бабушек, да. Окей. Для того, чтобы проверить, нужно это или не нужно, абсолютно не обязательно делать этот продукт, да. Мы можем просто-напросто взять и, не знаю, сделать лендоз, либо разместить там, где-то там, не знаю, в пенсионном фонде какую-то историю и понять, насколько бабушки вообще проводят эмпатию с этой идеей. Да, этого уже достаточно для того, чтобы понять дело. Это уже первый этап фидбэка, да, это уже был билд, да, то есть мы построили это объявление, которое разместили в пенсионном фонде, да. И третье, мы померили, сколько, не знаю, позвонило, либо сколько лидов своих оставило, оставили этих бабушек с этих объявлений, да. Так вот, суть заключается в том, что мы должны, наш ленд-цикл должен ускоряться, да, он должен становиться быстрее, он должен становиться дешевле и культурологически должен поддерживаемым всеми подразделениями банка, да. Соответственно, с чего начать, везде начинали по-разному, да, ну, везде, я знаю точно, никто не начинал с бухгалтерии, с комплайенсов, это совершенно точно, да. Где-то восходят эти очаги пассиональности, может быть, они будут в маркетинге, может быть, у кого-то в каких-то банках они в IT, да, в каких-то банках они в бизнесе. Ну, суть в том, что мы должны ускоряться, да. А ленд-цикл есть, немножечко вы рассказали о том, как в этот бэклог, как формировать идеи, как отсекать и так далее. Есть огромные длинные процессы, я могу рассказывать отдельно, там, не знаю, три дня про это, до того, как можно формировать. Три дня, я либо там больше могу рассказывать про там, как правильно общаться с командой производственной, как формировать, там, правильные релизы, как делать предсказуемость поставок, да, и отдельные метрики. Про метрики это вообще космос, это целая жизнь, да, как понимать, да, как собирать вообще фидбэки, как ставить правильные API и все остальное. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по вопросу. Мы тоже стараемся аргументировать, классно, да, Ирина, значит, количество лояльных клеток и лояльности, мы еще на это влияем. Тоже аргумент, да, это нормально, но нужно понимать, то есть, по крайней мере, слава Богу, я вижу, что с точки зрения стекхолдера во многих банках меняется действительно понимание, что если мы говорим, особенно, да, это вопрос маркетинга, да, мы говорим, зачем нам проводить маркетинговую рекламную компанию, ведь нам же нужны продажи карт, да, ну, там маркетинг, это же повышает лояльность и так далее. Слава Богу, идут на встречу, понимая, что да, действительно, что-то может повышать лояльность, которая потом, наверное, в долгосрочной перспективе превратится в покупку карт. Однако всегда нужно понимать, в чем мы меряем лояльность, где те самые триггеры, да, где те самые сигналы, в мере которых можно понять, что действительно лояльность к банку, там она улучшается. Так, дальше, отличные методики поэтапных KPI, да, это правда, так они и есть, и мы ровно ставим эти поэтапные KPI, и более того, получается так, что у каждого продуктолога на самом деле должны быть разные KPI, и ничего я с этим не поделаюсь, да. Более того, само по себе слово KPI, оно дурацкое. Мы, к сожалению, долго-долго у себя крутили, вообще, что делать вообще с понятием KPI, да, и начали думать неплохо было бы понять, вообще, для чего нужен KPI, да. Мы вроде как воспринимаем KPI как некий такой хлыст, либо некий такой инструмент, который как бы должен мотивировать наших сотрудников, да. Понятно, что это не так. KPI вообще никогда никого не мотивирует, да, но, однако, мы все упорно ставим, потому что другого ничего нету. Просто другого инструмента пока не придут. Поэтому мы пытаемся сейчас внедрять такую историю, как, ну, мы, во-первых, попытались пересмотреть понятие KPI, поменять на понятие фокуса. Мы говорим, KPI – это ок, понятно, что там деньги и так далее, но у каждого человека должен быть фокус. Не важно, сколько там он чего принес и так далее, важно конкретно, о чем он думает, о чем он думает каждый день, да. Поэтому, по сути, человеку достаточно просто определить свои фокусы, да. Там фокус IT, он скажет, мой фокус на том, чтобы, ну, как бы лучше удовлетворять наших заказчиков, либо повышать производительность. Понятно, что это можно каким-то образом пытаться оцифровывать в виде, там, time to market и так далее, но это все легко отчетыриться и так далее, да. Всегда можно придумать, как поставить такие авто KPI, чтобы они автоматически выполнялись в конце года. Никаких с этим проблем нет, да. Вопрос фокуса, это действительно, если мы говорим, что наш фокус IT на будущий год – это повышение качества, там, или повышение производительности, а вторая история очень важна – это вот так называемый continuous feedback, да. Мы понимаем, что каждый из нас, людей, работающих в банке, мы – сервис по отношению к какому-то другому человеку, да. И поэтому как раз таки важно, а, как я двигался к этому фокусу, и вторая – б, как другие люди понимали, что ты действительно двигаешься к этому фокусу, да. И поэтому тебе достаточно просто-напросто потом где-нибудь, там, раз в полгода, либо раз в месяц спросить у своей команды. Скажи, пожалуйста, вот я себе поставил цель, там, быть более производительностью. Как ты думаешь? Мы стали более производительностью? Мы стали лучше удовлетворять заказчику? И просто-напросто на основании фидбэков тех людей, с кем ты работаешь, уже можно принимать решение, достигли мы своих целей, либо не достигли. Двигаемся мы своим фокусом или двигаемся, да. Так, я немножко, кажется, ушел в сторону, да. Окей, короче, то, как, это, это вопрос действительно кипяев, да, который мы, собственно говоря, приняли на фокус. Так, давайте дальше, парадокс выбора, меньше, лучше. Вот это что такое, Николай, непонятно, как насчет сложности парадокса выбора, то есть, меньше, лучше. А, парадокс выбора, меньше, лучше, нет, меньше, не лучше. Так, и сбором, ну, Николай, я вопрос не понял, если что, напиши тогда, и мы сейчас попробуем поподробнее запомнить. Так, дальше, две-три базовых, плюс одна Unique и Wow, так, да, это правда, КТКС в отношении абсолютно молодцы, у них, более того, вся бизнес-модель построена правильно, она прям ровно построена по той самой истории, да. Когда мы говорим, мы не универсальный банк, а мы-то все хотим быть сразу универсальными банками, естественно, да. Она говорит, нет, мы не универсальный банк, мы банк, который тупо раздает кредитки по почтному ящику, да. Поэтому абсолютно, как бы, логика вот этого кону, да, но при этом мы понимаем, что мы линейно улучшаем эту фичу, и мы понимаем нашу аудиторию, да, у которых нет отделений, мы понимаем, что это какие-то и так далее, все становится ясно и понятно. Да. Это все так. Так. Кого, интересно, Альфа сегодня просветила? Это что значит? Николай опять не помнит. Плюс я возьму. Так. Это я не помню. Так. Респект, соседи, чик-чик-чик, дельта кредит. Ага. Прикольно. Так. Да. Очень полезно. Так. А вот как справиться с проблемой? Бизнес преследует свою цель, IT свои цель. У всех своя заинтересованность и KPI. Как всех объединить? Часть цель привлечения? Классный вопрос. То, что у нас у всех разное, то есть, на самом деле, цель должна быть одна. Здесь с этим ничего не поделаешь. Да. Вопрос, как мы ее сформулируем и разделяем ли мы эту цель. Вот KPI действительно могут быть разные. Да. Вот в моем же примере, да, мы понимаем, что у нас должны быть разные не KPI, а у нас должны быть разные фокусы. Это правильно. И вторая, то есть, получается, что есть некий мой фокус и некий мой сервис, который я оказываю другим. Поэтому мы должны мерить мой фокус, мы должны понимать, двигаюсь ли я, и если есть метрическое отображение моего фокуса, там, не знаю, повышение фенетрации, повышение ретенши и так далее, его надо мерить, и он классно превращается в KPI. А вторая история – мой сервис. Вот этот вопрос про объединение, да. Вот если мы просто-напросто раз в месяц у тех самых людей, с которыми мы работаем, у которого, как вы говорите, разный KPI, будем спрашивать о качестве того сервиса, который я предоставляю и в помощь в достижении ваших фокусов, и они будут давать фидбэки, да, вот это может стать реально хорошим стимулом для того, чтобы действительно наши цели становились общие, да, и мы все становились, превращались в обоюдный сервис друг другу. Вот. Дальше история какая по поводу целей и приоритетов, да. У нас тоже было упражнение, когда мы, когда мы только стали, ну, образовались как Альфа-Лаб, у нас было много каналов, там интернет-банк, мобильный банк, e-com, там еще отдельное приложение и так далее. И так далее. И стал вопрос, у нас есть огромный список задач, который падает в IT, огромный, да, и по всем каналам. Стал вопрос, у каждого продуктолога, у продуктолога клика, продуктового мобайла и так далее, есть свои кипя, понятное дело, проникновение, деньги и так далее. Как, кого делаем завтра, да, на кого тратим больше ресурсов? Вот мы задавали этот вопрос и долго-долго пытались его порешать, да. В итоге, как мы его порешили? Мы собрались все вместе, по крайней мере, на уровне подразделения и сказали, ребят, а что для нас общая цель, да, что для нас общие принципы, которые разделены подразделяемы всеми. И просто тупо договорились о неких там десятеры, десяти в тот момент принципах. И сказали, давайте вот эти принципы и станут основой приоритизации наших задач и того, что мы делаем, да. И уже наши принципы в первый момент легли в основу как раз таки вот такого аналога скоринга задач, которую я вам показал, да. Потому что точно такой же скоринг у нас есть на макроуровне, да, на уровне всего подразделения. Мы говорим, давайте на основании этого скоринга мы просто будем понимать действительно, кто, ну, кто, кто должен быть лучше, кто должен быть на первом месте, кто должен быть на втором, кто в приоритетном порядке формирует ресурсы, кто в менее приоритетном. Понятно, что в самой оценке принимает участие не один человек, не руководитель там блока либо подразделений, да, а принимают как раз те самые люди, которые и стоят в очередь за этими ресурсами. Потому что признание ценности задач другого человека это и дает комфорт и помощь в ее достижении впоследствии, да. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Соответственно, как вариант можно, собственно говоря, договариваться о неких общих принципах, да. И скоринговая модель она реально очень круто работает. Так. На каком этапе сбора идей маркет-ресечь к вам и с чем приходит? Так, маркет-ресечь. Суть проблемы с маркет-ресечь заключается в том, что маркет-ресечь в том классическом понимании, о котором я говорил, не отвечает на вопрос, что делать в моем продукте. Ну, редко отвечает, да. Потому что если мы развиваем, развиваем там интернет-каналы, то маркет-ресечь, как правило, занимается более верхним уровнем историй, да. Там бренд, там, при позиционировании банка, я не знаю, там, проблемы пользователей банка, да. То есть какой-то более глобальный вопрос, да. Вот. Соответственно, у нас есть такое понятие, как свой центр исследований, где, по сути, ребята, которые как раз занимаются на уровне прототипирования, сбора требований, интервью с клиентами, они находятся прямо в командах. То есть вопрос в чем? Вопрос такой ответ. Этапа этого нет. Эти люди, они и живут, они и являются частью этой команды. Мы это называем discovery team. Если мы понимаем, что мы хотим, например, сделать хороший PFM в наших электронных каналах, то это что означает? Это означает, что врубается вот это вот discovery team, где будут и технические специалисты, и конкретные там исследователи, и люди, которые будут рекрутить респондентов, да, и люди, которые занимаются количественными исследованиями, да. Из них формируется некая discovery team, и уже оттуда, да, и они становятся источниками, по сути, формирования новых фичей для бэклога по доработке, допустим, PFM. А уже потом врубаются процедуры релизности, что первое, что второе, технические ограничения и так далее. Поэтому ответ такой. Нет здесь этапа. Это должно быть все внутри. Это должно быть разбито на очень-очень микрооперации, на уровне недели-двух дней. Вот. Так. Сегментация группы с клиентами Ideation. Так. Николай. Это что за вопросы? То есть это, это вопросы, это слова с вопросами у меня пока. Но я не могу понять смысл. Вот. И что ты пишешь? Так. Ирина. Войти китай, который только у них. Оптимизация затрат на внедрение – это губит идея на корню. Как с этим бороться? Угу. Угу. Так. Как с этим бороться? С этим бороться очень просто. Ну, во-первых, это хорошо, что у них такие есть идеи, это понятно. То есть у них понятна такая цель и так далее. Соответственно, история какая? Вопрос. Они, понятное дело, оптимизируют затраты на внедрение. Но вопрос заключается в чем? Кто распоряжается этими затратами? Всегда в этом вопрос. Вот если этими затратами распоряжается само IT, то бесполезно с этим бороться. Вы это не поборете. Потому что деньги у них распоряжаются они и они всегда будут вас футболить, принимая самостоятельное решение о том, как им кажется, нужно дорабатывать либо не нужно дорабатывать. Другой вопрос, что когда бизнес и IT связаны абсолютно неразрывно. И когда решение о том, что потратится в IT, да, мы понимаем, что IT там это сколько-то миллионов долларов. И мы говорим, вот есть столько-то миллионов долларов, у которого есть 15 заказчиков на это IT. Вопрос. Понятно, что IT должен решать проблемы заказчиков. Это ясно дело. И если право распределять IT принадлежит заказчикам, и заказчики договариваются, что каким-то образом, как я вам говорил, через скоринг, да, приоритизируют задачи разных заказчиков, пытаясь договориться, кто важнее, кто менее важнее и так далее. А также заказчики пытаются договориться друг с другом, что новые введения нам действительно важны, сколько бы они ни стоят. То, понятное дело, IT уже не может влиять на это. Просто-напросто есть скоринг, мы говорим, ребята, на уровне наших заказчиков мы договорились, вот есть пять задач, которые мы хотим внедрить. Это пять задач про разные, да. Первая задача про увеличение лояльности. Вторая задача про попробовать. Третья задача про увеличение там про Пабло, про какое-то. Четвертая задача какое-нибудь требование там центрального банка. Все. Вот они пять задач. IT говорит, да, мы готовы взять пять задач и проработку. Пошло дело. А дальше задача IT не оптимизировать расходы. Оно должно оптимизировать расходы за счет того, чтобы делать это быстрее, делать это максимально экономично, так скажем. Это должно быть, собственно говоря, и это должен быть их API. А если они вас футболят на уровне того, что мы не будем это тратить, потому что это не нужно, это точно никак в этом не победит. Вот. Инсайт. Хотим узнать успеху Sense. Итак, смотрите. Sense – это как раз тот самый продукт, это та самая история, которая позволяет нам тестировать определенные новые фичи, новые подходы, новые интерфейсы, новая аудитория и так далее. Успеха и эссенция заключается в том, что сам продукт, он все равно будет экспериментальным. Мы сейчас немножко чуть меньше остановили инвестиции в этот продукт, потому что мы поняли, что сама по себе идеология и то, что мы узнали, это то, что, собственно говоря, скорее всего будет двигаться Альфа-банк и в том числе, скорее всего, другие банки. Поэтому, собственно говоря, наша основная задача заключается в том, что то, что мы поняли, даже на той самой небольшой аудитории, которую мы узнали, те технологические эксперименты и те метрики, которые мы достигли, а там, в принципе, были очень неплохие метрики с точки зрения допродаж сервисов, мы понимаем, что это то, что должно внедряться теперь везде. Поэтому мы говорим, что эссенция экспериментальная площадка, а дальше вопрос внедрения того, что мы смогли достигнуть, научиться и все остальное. Вот. Нет. Конечно, поток эссенция – абсолютно разные вещи. Поток – это тоже, кстати, прикольная история, она ровно идет по тому, что я рассказывал, она прямо классический пример вот такого лин-подхода. Причем нужно понимать, что поток – это реально с точки зрения юридических… А, давайте расскажу, поток – это возможность кредитовать компании компаниями другими физическими лицами. То есть Альфа-банк в данном случае выступает не как кредитор этих компаний, а просто как орган, который в состоянии рекомендовать либо не рекомендовать инвестировать, ну, точнее, кредитовать просто людьми в эти компании. То есть он не берет на себя риск невозврата и все остальное. Он берет на себя риск, ну, как бы, скоринга, только клиент. Вот, по сути, этот бизнес… да, B2B кредитование, абсолютно правильно. Я просто пытаюсь объяснить, может, просто не все знают, какой поток. Вот. Соответственно, это очень сложная история с точки – ну, по всем параметрам. По комплайнсу, по рискам, там, по бухгалтерии, по всему, по всему. И в то же время мы в состоянии были действительно поднять историю, когда мы идем очень маленькими итерациями, да, накатывая, накатывая постепенно все больше и больше аудитории, да, давая все больше и больше количества функциональностей. Поэтому, скорее всего, мы… ну, поток будет, видимо, отдельная какая-то история. Сейчас тоже принимается очень много разных решений о том, будет ли это в банке, будет ли это вне банка, будет ли это частью розницы, частью кандидования. Пока очень много вопросов, да. Но мы точно знаем, что этот процесс активно развивается, в том числе как эссенция, да. Мы понимаем, что процесс активно развивается, да. И эта штука, которая дает реально двигатель для многих-многих процессов, в том числе продуктовых изменений в банке. Вот. И все-таки вопросы. Так. Что инновационная часть разработки находится в плане СССР? Ну, я так понимаю, что Ирина хочет получить ответ, что мы хотим придумать какую-то степень, какую-то новую инновационный способ, допустим, идентификации пользователя, по слюне, например. То нет. Такого я не… ну, как… ну, такого нет. И, опять же, альфа-лаборатория – это не место, где люди сидят и придумывают инновации, да. Альфа-лаборатория – это обычное бизнес-подразделение, которое просто изменило процессы с ватерфольного там на быстрый релизный… ну, на быстрый линд-цикл. Вот и все. Поэтому, по сути, у нас в бэклоге абсолютно нормальный, хороший поток изменений, да. Сенс, по сути, это такая как бы идеологическая затравка того, куда мы движемся. Это распадается на миллионы историй, да. Это повышение удовлетворенности пользователя, да. Это так называемая relationship-модель, да, когда мы должны выстраивать благосрочное взаимоотношение с пользователем. Это увеличение до продажи сервисов. Это не финансовый сервис. Это открытая IP и так далее. Это все-все-все такие маленькие истории, да, которые рассыпаются, ну, как бы, рассыпаются на разные направления, да, и попадают просто в разные бэклоги ребят. Поэтому… и оно все происходит уже, да. Просто когда это происходит маленькими итерациями, да, мы не говорим о том, что мы запустили там что-то новое и так далее, да. Ты потихонечку улучшаешь, увеличиваешь, добавляешь, я добавляю, что… и так далее. Так. У вас инновационный тип мышления, поэтому интересны ваши приоритеты на текущий момент, да. На текущий момент у нас приоритеты очень простые, да. Опять же, с точки зрения электронных каналов. Я занимаюсь электронными каналами, да. Поэтому приоритеты электронных каналов очень простые. В первую очередь нам нужно увеличение диджитал клиентов. Это ясно. Я думаю, что ваши приоритеты, ваши банк, ровно такие же, да. Нам нужно проникновение диджитал услуг на аудиторию. Вторая история. Нам нужно увеличение lifetime value. То есть, lifetime – это срок жизни клиента, и value – это ценности, которые мы готовы отдать. Lifetime – мы работаем с тем, чтобы клиент с нами жил дольше. По сути, боремся с оттоками. Отдельная история – это допродажа сервисов. Мы говорим, что количество уникальных сервисов на клиента должно расти. И третья история – это что-то про качество, да. Это отдельный фокус качества, которыми можно мерить по-разному, да. У нас есть некий CI наш, да, то есть юзабилити индекс удобства использования, да. И различные другие там MPS и все остальное. Поэтому я не думаю, что наши фокусы сильно отличаются от любых других фокусов, любых других банков. Так. Пожалуйста. Угу. Окей. Ну, я вот, я не знаю, еще вопросы есть. Может, трансмед. Какие-то вопросы. Или мы можем, в принципе, наверное… Очень жалко, что… У меня на самом деле первый раз формат вебинара. Вот. Поэтому я никогда не делал вебинары, поэтому мне очень не хватало, конечно, глаз ваших, да, потому что я привык общаться с живыми людьми, я вижу реакцию. Здесь я, к сожалению, этого не вижу, вроде как такой внутренний монолог, да, там сидишь и сам разговариваешь с собой, да. Вот. Поэтому было бы очень круто, если бы вы бы, ну, рассказали бы мне что лучше по процессу, да, потому что для меня прям совсем эта новая сфера именно вебинара, да, там в таких вот моментах, типа, лучше, не знаю, там, слайды, там, смотреть надо не в сторону, а вот там, на камеру, например, да, и какие-то такие вот истории, которые бы сильно повысило меня как спикера. Я был бы очень признателен, если бы мы сейчас написали бы в чат эту историю. Ну, и фидбэк, конечно, классно получить по самому контенту, насколько было полезно, не полезно, внедряемо, знали, не знали и так далее. Это было бы очень, ну, не вопрос, и в Фейсбуке есть, пишите, звоните. А, окей, можно, да, можно так, это хорошо. Все, спасибо, Ирина. Ну, давайте минутку, еще, если вопросов таких не будет, то тогда, видимо, будем уже отрубаться. Все, огромное спасибо. Всем пока. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok